Я запустила клуб W, за год ушла в убытке минус 480 тысяч рублей, закрыла клуб. И самый большой продавец инфобизнеса, это самый агрессивный продавец инфобизнеса. У нас упало разом 5 заявок из разных стран, хотя мы не планировали как бы выходить туда. Мне кажется, что семья может быть на первом месте, но когда я смотрю расписание дня, я понимаю, что ну нет. Мы метим условно на 3,5 миллиона женщин в России. Я тот человек, который купил в свое время обучение у Аяза. Ты же не покупал? Нет. Вот. Мы ярко улыбаемся, весело смотрим в эту камеру. Я смотрю в ту замечательная моя гостья, которая зовут Аня Пирогова. Основатель W или V клуба. Два раза не туда. W. 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 Одна буковка. W. Подсказывай. W. Наверное, от слова woman. Да, но там еще есть куча скрытых смыслов, потом расскажу кайфанешь. Кайфанем все вместе. Почему позвали Аню? Я всегда вначале говорю, да, почему позвали Аню. Мне кажется, что мы были заочно знакомы достаточно давно, и это как будто человек, который всегда где-то ходил мимо меня, где-то рядом, я его замечал, что-то видел. Когда я касался продуктов моего бывшего партнера, которого зовут Аяз, я всегда видел на сцене что-то невероятное яркое. Я это внутри себя как-то назвал как сгусток позитива. Такое, знаешь, типа, я думаю, как вот так концентрировано можно быть позитивно? У меня люди, которые... Я сам достаточно веселый человек, и люди, которые вот такие дико позитивные, меня увлекают. Я говорю, блин, классно, если еще не наркоман, а сам по себе такой вообще супер. Но при этом я понимаю, что Аня предприниматель, и я вижу ее историю, которая нарративом проходит, да, когда девочка из небольшого города, я вот безумно вдохновляюсь с такими историями, она прошла какой-то путь, и приняла для себя огромную смелость и решение вести за собой кого-то еще. А это огромная ответственность. Ладно, тебе страшно идти, ты еще с собой кого-то позвала. Но это мое мнение, и мой любимый первый вопрос, который я люблю задавать, да, вот представь, что мы с тобой едем в лифте, этажа до четвертого, и у тебя сейчас такой элевейтор-пич, да. Аня Пирогова в 22-м году. Кто она? Какие цифры, факты, что происходит? Кто ты? На данный момент я в первую очередь, как мне кажется, являюсь президентом и основателем женского клуба W, теперь это уже федеральная сеть, и скоро мы выходим на международный рынок еще, это очень приятно. Я, помимо всего прочего, являюсь таким мотивационным спикером для многих, и в моей копилке есть еще и выступление в ООН, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 20-м году, и я очень горжусь этим фактом. Добрый вечер, здравствуйте, Анна-ка. При этом, при всем, я самая обычная девчонка из среднестатистической российской семьи, из Новосибирского академгородка, счастлива замужем уже 13 лет, у меня двое деток, 5,5-7 лет. И ты очень четко подметил, я очень такой позитивный, яркий человек, для многих являюсь ориентиром в плане того, как можно при том, что есть, жить свою яркую, интересную жизнь, потому что она у нас одна, другой не будет, поэтому нужно брать по максимуму из того, что есть. Если говорить про цифры, то мне самой, короче, у меня тут шок такой, контент. В общем, сеть у нас делает пока, на мой взгляд, небольшие обороты, возможно, мне просто хочется большего, и я просто смотрю вперед. В этом году мы пока сделали оборот только 25 миллионов, но при этом мы сейчас смотрели, все началось у нас с новосибирского клуба W, и мы сейчас приняли решение о продаже новосибирского клуба, и посмотрели прям вот аналитику по цифрам, как определить стоимость клуба, и мы увидели, что в 21-м году у нас чистая прибыль, среднемесячная была около 1 миллиона 100 тысяч рублей ежемесячно чистыми на небольшом новосибирском клубе. Мы при этом занимаем 0,13% нашего объема рынка, нашей целевой аудитории, которую мы посчитали, определенными критериями выявили. И я такая понимаю, типа, офигеть. Ну, то есть все начиналось как, типа, я сижу в декрете, такая, блин, классно, будут мероприятия для девчонок, мы будем встречаться вживую, и тут фигакс. И сейчас мы продаем новосибирский клуб, смотрим эти цифры. В 22-м году показатели в новосибирском клубе упали по нескольку ряда причин. С одной стороны, всем известным, с другой стороны, я переехала в Москву тоже, мы, по сути, лишились лидера вот этого сильного человека, кто был бы в основании, вот, сейчас средняя чистая прибыль по новосибирскому клубу составляет около 400 тысяч рублей чистыми. Вот. Но для меня все равно это был шок такой, типа, блин, прикольно. То есть я что-то такое придумала, что позволяет, вот, ну, как бы, команда работает, то есть сейчас без главы, по сути, да, но команда работает, все окей, 400 тысяч чистыми ежемесячно клуб делает. Вот. Короче, мне кажется, это прикольно для обычной девчонки из среднестатистической российской семьи, у кого никого в окружении не было предпринимателей. Вот. Поэтому, если коротко, то так. Факт, которым горжусь про W, мы работаем с очень высокой рентабельностью по чистой прибыли. Она варьируется от города к городу, но в среднем от 30 до 60 процентов у нас достигает рентабельность. Вот. Я считаю, мы молодцы. А сколько участников? Клубы часто меряют с числом участников. Сколько участников? Участницы, наверное, так понимаю. Что ты мне подсказываешь, что это женский клуб, да? Да, 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 да. Смотри, мы представлены сейчас в восьми городах России. Вот. Самый большой клуб в Новосибирске. Там сейчас около 150 участниц. Вот. Поэтому. Если в мае мы запустили еще в онлайне клуб, вот. То есть в общей сложности нас около 800 человек сейчас на данный момент. Вот скажи, а кроме клуба есть что-то еще? Нет, это моя основная работа. Работа? Да. Это работа. Интересно. Смотри, вот когда ты говоришь слово клуб, да? Угу. Ну, то есть на самом деле я вот как пытаюсь, человек богатого воображения, представить, что такое клуб, но я не могу представить, что такое клуб, да? Вот когда я готовился к записи подкаста, я такой думал, ну вот, а клуб, это что? Ну, как бы. Вот у меня есть там понимание футбольный клуб, да? Баскетбольный клуб. Вот там вроде как бы какой-то клуб. Вот. Танцевальный клуб, ночной клуб, да? Вот какие-то клубы, да? Я такой, а что такое женский клуб, да? Ну, это, наверное, какое-то сообщество по интересам. Я говорю, ну, сейчас век цифровых технологий. Это же по большому счету вот. И у меня вот очень дурацкая ситуация, да? Что клуб – это большой чатик. Скорее всего, в Телеграме. И как бы всё. Но, с другой стороны, я понимаю, что клуб – это про ценности, про философию, про объединение людей. Но технически, скорее всего, технически, да? Это какой-то просто чат. Вот. Как это технически выглядит клуб? Что такое клуб, чтобы я представил? Вот что это? Давай, как всё это начиналось из Новосибирска? В общем, в своё время мне пришло в голову... У меня за плечами 12 лет опыта организации мероприятий. В Новосибирске я была таким довольно крутым ивентером. Вела мероприятия в дуэте с Иваном Ургантом, Ксенией Собчак, Лиса Нутяшевой. Ну, короче, там большой послужной список определённого потолка достигло, и возник вопрос. Как бы, что делать дальше? Али-хоп, я стала мамой. Вот. И когда появился... Из этого списка только Иван Ургант мог быть к этому причастен. И как только я впервые стала мамой, у меня был шок вообще, что я внезапно... Ну, то есть я поняла, что в моей жизни были две очень, ну, теперь стали понятных формы жизни. То есть, с одной стороны, до детей я была вечно трудоголиком, я ивентер, у меня работа 24 на 7, мы постоянно что-то с кем-то согласовываем, встречи, там, мероприятия порой там в других городах были. Ну, короче, я постоянно нон-стоп в работе. То есть, потом появился ребёнок, и не стало ничего, остался только ребёнок, короче, и всё. И ты внезапно из интересного человека, профессионала своего дела превращаешься в девчонку, которая с гулькой на голове, в домашних трениках и с ребёнком под мышкой. С тем знаменитым пятном на футболке, которые выдаются всем мамам, да? Да, да, да. Вот. И тогда у меня возник вопрос, так что же делать дальше? Я понимала, декрет, мне кажется, для многих становится такой важной поворотной точкой, что же я собираюсь делать дальше. И когда моему младшему сыну, старшему сыну, точнее, было 10 месяцев, мы узнали с мужем, что я беременна во второй раз. Для нас это было большим счастьем, потому что первый ребёнок очень долго не получался. Вот. И... Но при этом у меня возник очень большой вопрос, так всё-таки, чем я планирую заниматься дальше, раз сейчас на подходе будет ещё один ребёнок. И тогда в моей голове возникла идея, что как было бы классно реализовывать весь свой профессиональный потенциал с точки зрения там уже более 10 лет опыта организации и мероприятий, с учётом моих там разных сильных сторон. Вот. И я сидела, гуглила. Это было очень прикольно, на самом деле. Поэтому вот тут вот отсылка к самой себе. Не бывает дурацких способов для того, чтобы придумать, чем заниматься. Часики тикали, живот рос, второй ребёнок уже на подходе. Я понимала, что нужно срочно что-то найти. Я помню, уложила спать Митьку, села за комп, он спит два часа, я такая, значит, так, у меня два часа. Мне нужно придумать, что я собираюсь сделать дальше. И я начала просто гуглить, типа, лучшие бизнес-идеи, там, что-то 2000, там, какой был год, значит, 16-й, наверное, да. Вот. Ну и, короче, спустя два часа я придумала. Я не помню, как там выстраивалась дорожка уже. Но, в общем, история в том, что, как я себе представляла на тот момент женский клуб, так мы это и реализовали, я подумала, что как было бы круто, если бы у меня было какое-то очень классное окружение. Не моё профессиональное ивентеров окружение, не моё вот, ну, будничное окружение там в виде родителей маленьких детей. Вот. А просто интересные, какие-то кайфовые девчонки, которые не сидят на одном месте, которым хочется вот что-то новое узнавать там, где-то двигаться. И если мы организуем такое сообщество, где раз в неделю мы вживую будем организовывать мероприятия, это моя сильная сторона, то, что я умею делать классно и создавать эту атмосферу между людьми, чтобы они все там перезнакомились, как-то прониклись друг к другу. И сделать это в виде вот такой системы, когда мы будем продавать прям сообщество. Не мероприятия отдельные, а сообщество. Вот. То есть, условно, как в фитнес-клубе. Можно купить клубную карту и ходишь на всё, что захочешь, короче. Всё, что есть в этом фитнес-клубе. Вот. Только у нас это не конкретное место, а это люди. То есть, девчонки покупают клубные карты. Они у нас есть разного формата. 3, 6, 12 месяцев. И безлимитно ходят на все наши мероприятия в офлайне, которые мы для них организовываем. Каждый раз это новая локация, какой-то новый спикер. Это где-то мастер-классы, где-то разные лекции. Все темы, которые очень интересны девочкам. У нас есть там своя методология, по которой мы организовываем это. Вот. И чего? Девчонки раз в неделю встречаются вживую, растут, развиваются. Девчонки приходят с очень разными запросами. Кому-то окружение хочется сменить, кому-то профессионально вырасти, кому-то хочется, там, я не знаю, какие-то закрыть вопросы свои с точки зрения там самоценности вообще. Куда я иду, что я делаю, что у меня впереди, вот всё, что вот я вот достиг вот этих высот. Это всё или куда-то ещё можно дальше? В общем, девчонки порой закрывают очень разные свои потребности. Мне очень приятно, что нам в рамках клуба удалось это очень круто реализовать. И девчонки у нас приходят в клубы. Есть девочки, которые уже там 4 года в клубе, 5 лет в клубе. Ну, короче, и продолжают. В городах немножко разнятся цены, потому что... Но давай на Москву ориентироваться. В Москве годовая клубная карта стоит 144 тысячи рублей. Годовая клубная карта? Годовая клубная карта. На 3 месяца? На 3 месяца 42. На 3 месяца 42. В год выгоднее получается, да? Да. Но выгода там некритичная. То есть человек готов купить клубную карту за того, что проходит еженедельное мероприятие, да? Ну, за участие в еженедельных мероприятиях. Правильно я понимаю? Изначально думают, что покупают, потому что будут участвовать в еженедельных мероприятиях. Да. Так. Но через 2 месяца примерно понимают, что покупают клубную карту из-за окружения. И вот это невероятно ценно. Почему? Я хотел с тобой поговорить, да? То есть я общаюсь с предпринимателями, да? То есть вот это запрос. И представляешь, я вчера выкладывал сторис вечером, ехал на машине, и когда перестраиваешься, там загорело такое на экране. Следите за окружением. Ну, типа там платформик сработал. Прикольно. Следите за окружением. И она выложила такую историю с том, что по большому счету, то есть я для кого-то стал окружением в Инстаграме, да? Ну, то есть типа забавно, что я чье-то мнение тоже формирую. То есть вот мы кого-то окружаем. И вот смотри, я когда изучал историю клубов, я такой, ну, вот просто я когда готовился, я думал, что вот раньше были клубы, понятно, почему, да? То есть ну, ты как бы вот как клуб выпускников, как бы, да, сопричастный к чему-то. То есть ты должен физически куда-то прийти, потому что как бы, ну, вот там средств связи нет и что-то такое. А сейчас, вот знаешь, у меня есть одноклассники, ну, и я когда встретил кого-то человека, да, он говорит, ну, как у тебя дела? Я говорю, слушай, если мы не видели 10 лет, давай я тебе расскажу. Он говорит, я на тебя подписан. Ты как бы как, ну, вот человек, который ведет какую-то социальную жизнь, мне, ну, как бы что ты мне расскажешь, да? То есть типа я тебя вижу. И я понимаю, что вот люди сейчас для многих окружения, да, это вот те, за кем они следят с точки зрения подписок, и они о них практически все знают, да, и я вот вчера общался, вернемся к Яну, я говорю, слушай, вот Яна, тебя был подписан, но не знал, да, даже вот близко знаком, да, я говорю, блин, ну, соответствую, да, то есть типа я не удивился, да, а вот у меня был подкаст с Олегом Торбусом, да, ну, то есть вот я видел его, и как бы, и там все-таки есть определенные роли, да, которые я вижу, которые чуть-чуть отличаются, да, человек на сцене, человек за сценой, ну, как бы человек в подкасте, человек в Инстаграме, это вот разные люди, и он четко ограничивает, ну, там, в социальных сетях он тебе показывает в личную жизнь, и вроде как хочешь какой-то себе клуб сделать, да, кем-то, как-то себя окружить, да, ну, подпишись ты на людей каких-то, вот как сейчас, да, и сиди вот в этот свой дверной глазок, высматривай, комментируй, ставь лайки, повезет как-то, общайся, типа, а зачем за это платить, если я так могу на этих людей подписаться? Вроде как, ну, такое есть, и вот когда я думал о том, что, ну, а в чем действительно ценность, соответственно, что я физически приду туда, вот я спрашивал, как вопрос про чатик, или нет, ну, то есть понятно, что окружение, сфильтровали его. Смотри, я давайте подсвечу в силу того, что я долго и много занимаюсь вопросами окружения, мне кажется, это вообще очень прикольно и интересно поговорять с этими вопросами. Возможно, где-то будет сумбурно, но постараюсь все-таки разложить по полочкам. Первое, ты не наша целевая аудитория, объясню почему, не только потому, что мужчина, у тебя очень активная жизнь, у тебя очень широкое окружение разных людей, предпринимателей, партнеров, экспертов, сотрудников, у тебя очень широкий круг общения, но если взять среднестатистического человека, вот самого обычного, то на самом деле мы за последнее время очень сильно оказались в маленьких капсулах. Ну вот представим среднестатистического человека, мы живем в квартире, мы ездим на работу, ну давай вот про средств, тем не менее, да, если взять мою целевую аудиторию. Я просто начинаю сейчас представлять. Мы едем на машине на работу обратно, на работе ты видишься с конкретными, ну даже если ты работаешь в крупной какой-то компании, у тебя там, ну допустим, у тебя в кабинете 10 человек сидит, вот твое окружение ограничено вот этими 10 людьми, будем откровенны, как часто мы встречаемся с друзьями, когда мы уже вырастаем, да, и вот это вот вечная проблема, ну у девчонок точно такое есть, типа решили с подружками встретиться, у этой ребенок заболел, у этой совещание важное, это в командировку уехало, у этой ПМС, простите, и короче, ну через два месяца в лучшем случае увидимся. Или даже если классно встретились там с близкими друзьями, которым много лет давно уже там знакомы, классно посидели, расходимся и все такие, блин, ребята, надо чаще встречаться, да, слушай, мемчик такой есть, как мы собираемся в 18 лет, да, как бы, да, и как там в 30, я понял, то есть это... Это первый момент, то есть действительно окружение довольно ограничено. Я понял, блин, офигеть. Вот, тебе повезло, ты сам, ну нет, тебе не повезло, ты суперкруто выстроил сам свою жизнь таким образом, что у тебя очень широкий круг общения, у среднестатистического человека это, к сожалению, не так, и мы все чаще и чаще встречаем этот запрос, хочу окружение. Другой момент, мы с рождения не выбираем свое окружение, мы рождаемся, нас родители отдают в садик, мы его не выбираем. Потом нас родители отдают в какую-то школу, ну чаще всего это, ну где рядом жили или там, ну вот как бы, где квартиру купили, вот там рядом была, да, возможно, метили в конкретную, но мы не выбираем своих одноклассников, с кем мы общаемся, да, то есть, ну вот просто я оказалась с ними в классе, потом мы поступаем в университет, и тут, казалось бы, ну вроде вот намек на то, что я сам выберу, с кем я там буду, но абсолютное большинство, опять же, там, по крайней мере, вот я 86-го года рождения, да, раскрыла секрет, да, значит, и мы общаемся очень часто с девчонками. Тебе что, не 19? Чуть больше. Я думал, ты просто очень рано родила, как это стоит поговорить, беременна в 12, как это? Да-да-да. И получается история такая, что, ну вот я поступала, я вообще не знала, куда я хочу поступать, ну то есть не было еще понимания, а чем я хочу заниматься, как я хочу действовать, да, и опять получается, что даже в институте я вообще не любитель встречаться там с одноклассниками и, короче, на встрече выпускников университета, потому что я понимаю, что у нас совсем разная жизнь, мы не поддерживаем отношения и связи и так с ребятами, ну, наверное, потому что у нас действительно мы очень по-разному там живем, существуем и так далее. Вот, и получается, что только во взрослом возрасте, даже когда, если брать найм, то мы тоже не сильно обычно выбираем, да, вот с кем ты будешь там работать. Только если ты предприниматель, наверное, да, тут ты выбираешь еще, с кем я хочу работать, с кем не хочу, но тоже по-разному складывается. Ну, короче, возникает вот один вопрос, типа, это вот формировать свое окружение, типа, с кем-то познакомиться, кто тебе интересен. Но мы уже настолько живем в своих капсулах, что даже первый шаг сделать или там комплимент кому-то сделать на улице, там, ну, вот просто там, не знаю, пообщаться даже с родителями ребенка в детском саду, потому что, ну, как бы, видишь, и такой, типа, коннект, кажется, мы как-то прикольно на одной волне, и то смущаются люди. Вот, поэтому мы закрываем вот эту большую потребность в том, чтобы формировать окружение не из разряда, как в детстве, да, в детстве же все просто, типа, у меня есть кукла, у меня машинка, давай играть, все, мы друзья, вот. А во взрослом возрасте это уже по-другому. Люди объединяются, когда у них схожие ценности. Ты начинаешь, давай так, объединение становится чуть более в возрослом в области корыстным, то есть, если ты хочешь человеком каким-то познакомиться, у тебя какой-то всегда внутренний вопрос, а зачем тебе это, да, потому что, ну, у многих, ну, я не знаю, видишь, опять же, вот ты сейчас меня упрекнула в том, что я сильно осознанный и такой, знаешь, продуманный, я такой начинаю, вот я же своими рассуждениями как бы, да, а там человек о чем-то другом рассуждает и по-другому мыслит. И вот я понимаю, что мы же, ну, ты мне говоришь, да, и я очень люблю как-то пропускать о чем-то себя. На самом деле, я был такой, я просто поминаю, о чем ты говоришь, у меня есть случайные знакомые, с которыми, ну, вот, давай сейчас честно, жизнь меня заставляет общаться, да, то есть, и мы, блядь, вообще разные. Ну, то есть, мы просто вот, ну, я даже не знаю, да, как будто человек меня заставляет говорить на другом языке. У нас просто языки разные, и я его вообще не понимаю. Ну, то есть, его, в первую очередь, наверное, я не понимаю его ценности. И он мне про что-то говорит, и мы, не знаю, читал ли книги Владимира Тарасова, там, в базовой теории есть, ну, можешь почитать, прикольно там он говорит про это. Он говорит, что есть что-то твёрдое в жизни, да, а есть мягкое, да, то есть вот в переговорах, когда используешься, опирайся на твёрдое. Ну, типа, твёрдое, это вот конкретный пункт в контракте, да, мягкое. Мне кажется, да, что вы вот хотите. И у человека, с которым ты себя хочешь окружить, соответственно, очень часто твёрдые убеждения, с которыми ты можешь идеологически быть несогласным. Например, вот самое банальное, да, снимать или покупать жильё, да, ну, то есть, типа, и человек, который говорит снимать, он автоматом у человека, кто говорит ипотека, он начинает вызвать окружение, там, типа, дом или квартира, да, вот я знаю, вы переезжали, естественно, в дом, как бы, да, вот, то есть, вы, как бы, как участники лагеря домов, как бы, против участники лагеря квартир, и, типа, и когда ты захочешь с кем-то познакомиться, ты такая, ага, я про чё говорю, да, к чему мысли, да. Так, а вот Светка, она же дом построила, надо бы с ней пообщаться, да, тебе не как важна Светка, тебе как важна её твёрдая установка, которую ты, вот, хочешь себе узнать, и начинает всё скорыстить, типа, Света, привет, всё понятно, там, мне твои проблемы не интересуют, ты меня не грузи, да, а ты, пожалуйста, расскажи, вот, вы, ну, дворника или подсобного рабочего нанимали из Киргизии или из Узбекистана, как бы, чтобы он там вот прибирался, чистил, или вот всё само, и ты начинаешь какие-то такие предметные вопросы человеку задавать, когда вот мы про окружение говорим, то есть, вот ты мне всё высказала, да, я такой огромную рефлексию словил, думаю, капец, как круто, но автоматом когда-то должен такой ложиться, наверное, фильтр окружения, то есть, вы должны как-то тогда отбирать, или единственный критерий, это тебе просто, мы тебе нравимся, приходи к нам. Мы продаём, короче, сложность моего бизнеса в том, что ни одна девушка не мечтает, к сожалению, о женском клубе, это ещё история, которая только, ну, набирает обороты, это трендовая история, да, то есть, сообществ становится всё больше и больше, но, тем не менее, на данный момент, если заглянуть в виш-лист любой среднестатистической девушки, там будет всё, что угодно, какая-нибудь поездка, сумка, я не знаю, там, всё, что угодно, но, типа, клубная карта в женский клуб, там вряд ли будет, потому что этот формат ещё только набирает обороты. Поэтому мы, как правило, доносим свои ценности через инфопродукты. И, ну, там, наша история была в том, что в своё время мы вот нащупали такую интересную связку, сами не ожидали, но, как бы, получилось прикольно, что всем девчонкам хочется всё успевать. Что всё, это очень абстрактно у девочек, да, то есть, каждый своё что-то в это вкладывает, но хочется всё успевать. И мы, это был девятнадцатый год, запустили марафон по эффективному планированию, где вот говорили о том, а как же всё успевать, а что такое всё успевать, а вообще какие есть роли в нашей жизни. Не роли, которые мы как актёры играем, да, а в плане, там, я мама, я жена, там, допустим, я интересная личность. В рамках марафона нам удавалось донести ту ценность, почему стоит присоединяться и кому стоит присоединяться, и получалось, что это было такое естественное сито, через которое оставались те девчоночки, которым действительно близка эта идеология и философия. И в рамках клуба очень прикольно получается, что мы действительно объединяемся на уровне ценностей. У нас есть девчонки, кому 22 года, самые старшие участницы в Питере у нас есть, 74 года. У нас есть те, кто замужем, есть те, кто не замужем, есть те, у кого четверо детей, есть те, у кого, sorry, I'm child free, вообще пока не хочу детей. И фишка в том, что когда у тебя, смотри, ты живёшь своей обычной привычной жизнью, ты вот как раз, вот как ты показывал, да, смотришь в глазок, ну, типа, там, людаешься за кем-то в инстике, и ты не видишь всё, что вокруг, ну, похоже на лошадку, с такими шорами. Как только ты начинаешь общаться с разными людьми, которые вот по-разному мыслят, у тебя как будто двери приоткрываются, что, о, так можно было? Давай на нескольких коротких историях. Первая история. Мне нужно было ехать на обучение. В рамках моего обучения у Аяза у нас очередная сессия должна была быть. О, мы открыли портал. Короче, у меня дочке 4 года, и сессия выпадает ровно, ну, вот, на день рождения дочки. И я такая сначала мечусь, типа, блин, как быть? Ну, то есть, прикинь, да, что выбрать, день рождения дочери или же, ну, там, обучение? И я такая думаю, хм, ей же 4, она не умеет пользоваться календарем. Давайте ей не скажем, что у нее день рождения. Скажем, что у нее день рождения, вот мама из командировки вернется, и на следующий день у тебя день рождения. Какая разница, в какую дату? Ну, откровенно говоря, главное, чтобы семья была рядом, главное, чтобы мама в этот день была рядом. И я просто такая, типа, семья, не говорим Лизе, что у нее день рождения, просто я уезжаю спокойно на сессию, я кучу денег за это обучение заплатила, я хочу учиться. Я вернусь довольная, потому что, ну, как бы подзаряжусь все дела, вот, я не жертвую своей жизнью, там, ради ребенка, я занимаюсь тем, что мне интересно, Лиза будет счастлива. Я об этом рассказываю девчонкам, девчонки такие, Пирогова, это гениально, ну, реально, какая разница, да? И тут у тебя такой жжжжик, как будто такая вселенная такая твоя. Слушай, ну, это прям такая, знаешь, история. Вот даже у меня, знаешь, там, вот, блин, тема, Аня, вообще классная, да, то есть мне безумно, вот я с тобой общаюсь, да, и я просто на мир, у меня такой, знаешь, там, типа, вот, камера стояла здесь, она такая ржа с другой стороны, и я прям подсознательно чувствую, вот потому что знаешь почему? У меня несколько было важных встреч, и я, допустим, сюда должен был прилететь там в другое время, да, но у меня есть несколько периодов, да, то есть любое выступление ребенка и любое день рождения ребенка, да, для меня это первый приоритет, то есть, типа, я не буду строить свою жизнь так, когда я должен выбирать, и я такой, я для себя это прям пропагандирую, потому что иначе оно как бы неважно, и я вот недавно отменил все встречи, потому что у ребенка было выступление на шоу «Голос», какие-то приезжали продюсеры, там, что-то еще, она пела, она была самая молодой участник, понятно, что ей там наговорили чего-то, да, но она готовилась, и я должен был приехать, ну, то есть я решил для себя, да не важно что, но я приеду, потому что это моя дочь, ну, то есть, типа, я приехал, второе, вот, есть мой ребенок, я могу найти любые дела, но у нее день рождения, и я должен быть, я не пропустил ни одного день рождения, старшая дочь просто живет не со мной, и для меня галочка такая, знаешь, я не имею права пропускать ни одного день рождения, и я говорю, это первый приоритет в жизни, я от нее устраиваюсь, и тут ты мне такая-то вкидываешь, я такой, да како, да как так? Важная оговорка, она еще маленькая, она реально не умеет пользоваться календарем, это не важно. Такая манипуляция, а, я такой сижу в голове, думаю, ну, блин, я-то думал, знаешь, ты начала эту фразу говорить, я такой думаю, ну, вот, ты научилась, а зачем выбирать, и взяла дочь с собой на обучение, и мы там сделали праздник, и она такая, а я ей не сказала, я такой, а-а-а-а, как так? Ну, понимаешь, я же тренирую взвешиваю, что она же наверняка хочет быть и с папой, и с бабушками, взять с собой на обучение не было бы праздником для нее, это было бы для меня. Обожаю такие штуки, знаешь, потому что вот я из коробочки, я называю коробочка мышления, да, вот такая штучка, ты ее сама на себя одела, ну, как бы решила, что у тебя вот такие правила, да, и тот человек, который приходит и говорит о том, что, а такие правила почему? Ты такой тук-тук, тук-тук, раз такой, и открыл, и люди, которые сидели в тех правилах, они говорят, да как ты, закрой, как бы нельзя, это неправильно, почему неправильно, нам так кажется, а все остальные, как бы, они говорят, офигеть, ну, как бы, офигеть, и во мне сейчас два человека поборолось, нет, это круто, я с тобой, это уровень осознанности просто космический, как бы, да, но в самом деле я с тобой согласен, что дни, возраст, вот такое понятие, как эджизм, да, то есть не важно, сколько тебе лет, какая разница, сколько тебе лет, это не показатель ничего. И даты – это лишь условность. Праздник – это тоже какая-то условность, я с тобой согласен. Но это настолько высокая парадигма какой-то там силосовской ответственности, что очень круто, что ты к этому дошла, это транслируешь. Но мне кажется, ты вот где-то там прям было много людей, которые говорят, Аня! Так все говорили, типа, в смысле, и вы что ей не сказали? Но это было максимально прикольно, потому что, представь, я уезжаю, практически уже отвожу Лизу в садик, у неё как бы день рождения завтра, по идее. Воспитатели в садике встречают, я такая, типа, всё, я уезжаю в командировку, завтра муж привезёт детей, ещё что-то. Они такие, ага, а завтра у нас у кого ничего не будет, говорю я. И так, типа, чтобы ни в садике, нигде не проболтался никто. Типа, мама приезжает, и на следующий день будет день рождения. Она же пользуется только вот такими понятными какими-то событиями, типа, мама сейчас уезжает в командировку, когда-то она вернётся, ай, вот на следующий день будет день рождения. Ну, короче, это была целая история. Вот. Но откликнулась история в результате девчонкам, что, оказывается, можно по-разному. Ну, то есть есть какие-то шаблоны, а можно по-разному. Кайф. И за счёт окружения это происходит. Ещё одна история. Да. Звонит мне... Ты мне сейчас зачем весь мир поломаешь? Лия Голубева. Не, сейчас просто история будет. Ещё, короче, несколько историй будет и несколько взрывов мозга, я надеюсь. Звонит мне Лия. Это прям классика жанра. Вернее, так, у нас есть всё-таки чатик в каждом клубе в городе. Он называется WHelp, потому что в этом чатике решаются любые вопросы максимально оперативно. Когда собираешь 100 женщин в одном чате, вообще всё, что угодно можно решить. Порой у нас там были вопросы... Почему не представляете там рецепты шарлоток и чай в 20-пятном? Подожди, давай я тебе... Такое тоже может быть, но как-то раз смотрю за чатиком, и приходит сообщение. Девчонки, теперь всё всерьёз. У мужа на границе задержали груз. Есть связи в таможне у кого-нибудь? Я сижу, думаю, у меня нет связи в таможне. Там понеслось что-то, обсуждение какие-то, перебрасывание контактов. Через 40 минут девочка пишет. Девочки, мы великая сила, груз пропустили. Марине, Лене, Кате, спасибо. Зачтёмся. Я такая, офигеть! То есть я создала такое сообщество, где у мужа сейчас груз на границе пропустили. Муж должен покупать жене потом дальнейшую клубную карту. Ещё одна история. В чатике пишет Лия, типа, девчонки, устраиваю распродажу. У неё был небольшой шоурум и швейное производство. Она шила одежду для кормящих мам. Там есть нюансики с одеждой. Вот. Всё классно шло, но вот как бы всё устало. Дети уже выросли, как будто бы потеряла смысл, зачем это. Говорит, устроила супербольшую распродажу. Пожалуйста, попостите у себя там в социальных сетях, что вот такая распродажа будет. Я вижу это сообщение, звоню Лии, говорю, Лия, а почему ты просто закрываешь? Продай этот бизнес кому-нибудь. Она такая, да кому он нужен? Я говорю, ты что, мать? Ты в своё время его начала. Почему? Потому что тебе откликалось. Хочется делать классную одежду. Почему-то одежда для кормящих мам выглядит максимально убого в среднестатистическом понимании. У тебя кайфовая классная одежда. Сколько у тебя там чистая прибыль ежемесячная? Она такая, да блин, ни шатка, ни валка. Ну, от 30 до 60 это я вообще ничего не делаю. Я говорю, а если делать что-то? Она такая, ну, в целом, наверное, там, ну, соточь, наверное, 150 можно. Я говорю, вот представь, есть какая-нибудь девочка, которая сейчас вот, возможно, недавно стала мамой, которая супер любит там шитьё, хочет делать первые шаги. У тебя уже есть аккаунт в Инстике, есть уже, ну, там, наработанная база там и так далее. Продай кому-нибудь. Ну, то есть, ну, хоть сколько-то, но ты выручишь. Проходит две недели. Говорит, блин, девочки, спасибо огромное вообще, что поддержали эту идею. Я бы сама никогда бы не додумалась, продала в результате свой бизнес, а не просто закрыла. Мы такие, блин, ну, крутяк, да? То есть, просто вот на разные смыслы открываются глаза. Давай ещё одна, душесчипательная история. Как-то раз у нас девчонки в новосибирском клубе две девочки выяснили, что у них абсолютно одинаковые тачки, даже номера одинаковые. Одинаковая машина, одинакового года выпуска, одинакового цвета, и номера одинаковые различались только буквы. Вот. У нас есть такое традиционное мероприятие. В общем, летом, 17 июля, мы прыгаем с парашютами, короче, с девчонками. Это всё в рамках клуба происходит. Вот. И мы, когда ездили на, значит, на аэродром Танай у нас в Новосибирске, девчонки припарковались рядом и выяснили, что у них одинаковые тачки. И вот как-то раз в чате приходит сообщение от одной из девочек. Катя пишет, типа, девочки, похоже, с Надей случилась беда. Мне уже позвонили несколько знакомых с жутким голосом, типа, что с тобой случилось? Видели твою раскуроченную тачку. Катя говорит, я дома, со мной всё в порядке. Я знаю только одного человека, у кого такая же тачка с таким же номером. Это наша Надя. Мы тут же в чате пишем, типа, так, у нас там Юля подполковник есть. Юля, а можешь по базе пробить? Это Надина тачка реально сейчас раскуроченная где-то там на трассе лежит? Она такая, сейчас узнаю. Пишет девчонки, реально с Надей беда. Короче, её машина на советском шоссе врезалась на ходу в стоящий КамАЗ. Ну, то есть там жесть. Ещё одна девочка пишет такая, слушайте, я недалеко, не знаю Надю, но как бы наша девчонка, могу съездить, узнать, что там и как. Мы такие, давай. Она едет туда, с полицией начинает разговаривать, типа, я Надина подруга, типа, расскажите, что как. Они такие, вот, Надю увезли в больницу, очень сильные травмы, там, переломы, черепно-мозговая, ну, короче, очень тяжело всё. Она такая, окей, тут же нам в чат пишут. Мы такие, окей, вызываем мужа Нади, который живёт вообще в другом городе. Ну, то есть в моменте вот просто разруливаем, пока Надя вообще без сознания в коме находится в больнице. У меня вот так вот мурашки просто бегали, когда всё это происходило, потому что это не зашито ни в какие скрипты. Девчонки это делают, половина из них не знали Надю, но она одна из нас, а ты одна из девчонок W, поэтому если ты можешь чем-то помочь, ну, как бы, можешь помочь. В итоге закончилась история тем, что мы смогли забрать машину, потому что на трассе её оставлять, ну, как бы, её быстро не станет. Это была новая тачка с салона. Вот, мы смогли забрать эту машину, хотя не было документов даже на неё, там, договориться с полицией, там, все дела, пока муж из другого города ехал. Сообщили там всем родственникам. В общем, в результате Наде потребовалась очень сильная, сложная операция, прям черепно-мозговая травма очень сильная. Её нужно было санавиацией доставить из той больницы, которую ближайшую доставили, в другую областную, и выбить там квоту, короче. Ну, в общем, нашими девчонками усилиями её реально санавиацией доставляли из одной больницы в другую. Когда всё это происходило, я поняла, что благодаря тому, что у меня есть такое сообщество W, и, Саша, вот реально, как бы это странно ни звучало, мне не страшно, если со мной что-то случится. Просто когда видишь вот такое, это обычная, ну, участница клуба, понимая, что ты не один, и вот эта общность, что рядом есть люди, кому ты почему-то не безразличен. Почему? Ну, потому что вы, видимо, на одной волне. Вам есть о чём-то поговорить. По поводу корысти и выгоды. Вот у меня возникает такое ощущение, что как будто бы это нормально. Но только очень честно как бы осознавать, в чём твоя, в чём твой интерес и в чём интерес другого человека. И это тогда максимально как-то получается... Вот сейчас сухое будет слово «эффективно», но вот смотри, у меня очень часто бывает такая история, что... Давай, короткий тезис. Благодаря Аязу у меня есть такое вот понимание в голове, что очень классно быть худшим учеником в классе. Это не потому, что ты лажаешь, а потому что окружаешь себя такими людьми, которые уже твой путь прошли, которые тебя чуть круче в чём-то. Кто-то в рамках там мать четырёх детей, думаешь, блин, у меня только двое, я фиг знает, как вы вообще выживаете с четырьмя детьми. Кто-то в рамках там развития бизнеса, да, там, вот, и так далее. Неважно вы в рамках чего. И я регулярно встречаю этот вопрос, типа, в чём прикол вот этим людям крутым со мной общаться? Я же ещё не такой крутой. Но фишка в том, что если как бы оба участника понимают, в чём прелесть, то всё классно получается, наоборот. Мне очень часто говорят, допустим, блин, ты такая энергичная, всё столько энергии, всё столько позитива, так круто и всё такое. Вот, и я понимаю, что да, мне может быть интересно пообщаться с человеком, узнать его путь, там, или, я не знаю, что-то интересное для себя, а человеку может быть просто приятно, потому что... Потому что классная, улыбчивая девчонка, как-то классную поболтали, интересная и так далее. Слушай, вот теперь стало понятно, давай, теперь стало понятно. То, о чём я хочу сегодня ещё поговорить, что лично для меня важно, и я на... ну, то есть, я в этом хочу разобраться, я не нашёл на это ответов на вопросы, я, честно, не знаю, как правильно, да? Вот, я отец, у меня двое детей. И когда спрашиваешь, что для меня важно, ну, то есть, ну, и кого я люблю больше всего, ну, на ум приходят дети. Но когда я смотрю на фотографию, ну, назовём свою такую, на расписание дня, думаешь, там есть время для детей. Ну, я поймал себя на мысли, как-то сидел, смотрел календарь в своём айфоне, а у меня записываю всё. Ну, учился как-то всё планировать, знаешь, у меня всё спланировано, да? И я дико бешусь, вот я сюда опоздал на 10 минут, я прям бешусь, потому что я не привык в Москве, ну, то есть, ну, типа, я находился здесь на 11 рынке, отсюда доехать, мне как-то, знаешь, типа, 20 минут. Да. Я такой выезжаю, такая пробан, такой пробан, я пока развернулся, пока в Москве эти навигаторы провели, я ещё на 15 минут сверху ехал. Хотя тут вроде бы это, ну, меня прям бесит это, но расписание есть. И я вдруг заметил, что у меня нет в расписании детей. Ну, в смысле, они там не закладываются. Да. Я такой сижу, и... А почему, как бы, как мне кажется, я планирую для себя важные вещи, которые касаются бизнеса, они запланированы. А где планировать? Ну, я даже начал ходить в зал, и там есть расписание, когда я в зал хожу. Ну, то есть, чтобы там не поставил ни кто-то, если у меня есть ассистент, и у меня нет в расписании детей. Я такой... Ну, когда я сижу об этом, думаю, ну, как бы, а как вообще? Я уже не говорю про жену. Ну, как бы... Это как будто бы... И вот он шёл контент и заголовок. Я вообще не говорю про жену. И это вопрос такой, да? А когда я смотрю на тебя, ну, то есть, твоя первичная деятельность, ну, как бы, да, в которой зашита в твоём ДНК, это организация мероприятий, это говорит, что ты, ну, там, раньше двух домой не придёшь. Ну, как бы, да? Ну, то есть, оно вот просто само по себе так. А второе, это сейчас выезды, организации мероприятий. Что-то мне подсказывает, что, как бы, детей в том расписании тоже мало. И общаясь с женщинами-предпринимателями, да, я вижу... Ну, то есть, я хочу, чтобы ты поделилась своим опытом. Для тех, кто вот не вступил в клуб, и вот он смотрит просто бесплатный контент на Ютубе, но тоже вот мамы, которые испытывают дикие вот эти муки, когда они не могут договориться с собой, в первую очередь с самой собой, да? Они такие, говорят, дети. Давай уже расскажу, давай уже расскажу, мне есть что сказать. Как вообще? Ну, то есть, вот, расскажи, как вот договориться с собой. Короче, первая история. Это тоже всё. Вот надеюсь, что тоже будет одна взрывная мысль в копилку. У меня есть лакмусовая бумажка в голове. Когда я что-то делаю, у меня действительно бывают там порой очень загруженные дни, иногда недели там и так далее. И когда я выбираю, что есть в моём расписании, чего нет. Давай, пример. Я участвую, допустим, в съёмках, там тоже там для предпринимателей, обучение, на-на-на. Вечером я заканчиваю там в 7 вечера, у меня встаёт вопрос, сейчас можно поехать домой и повидаться с детьми сегодня. Но тут ребята предлагают пойти пообщаться, а там очень интересные ребята, предприниматели, с кем было бы прям кайфово пойти пообщаться. И я обычно в такой момент звоню мужу и говорю, типа, Кость, что, как, обстановка? Он такой, у нас всё норм. Я говорю, у меня тут такой вариантиц. Он такой, смотри сама, как хочешь. И я дальше задаю себе вопрос. Один простой человек. Лакмусовая бумажка. Я выбираю тот вариант, как я хотела бы, чтобы в будущем поступали мои дети. То есть смотри, если я иду тусить с друзьями дальше, то я себе задаю вопрос. А я бы хотела, чтобы вот когда моя дочка Лиза вот вырастет, и она будет вот жить уже своей взрослой жизнью, чтобы она в этой ситуации вот такое выбрала, сделала выбор, да или нет. И если ответ да, то я вообще без каких бы то ни было зазрений совести понимаю, что я всё делаю верно. Потому что что бы мы ни говорили своим детям, наши дети будут делать так, как мы это делали. И вот взрывная мысль следующая. Как-то раз я уезжала просто на работу, в Новосибирске мы ещё жили, и у меня дочка Лиза законючила, типа, мам, не уезжай. Я её отвезла к бабушкам с дедушкой. Вот. И она такая, знаешь, за ногу обнимает. И такая, ну, мам, ну, не уезжай. Я просто на работу на несколько часов и обратно. То есть не в командировку никуда. И бабушка начала Лизу успокаивать, типа, Лизочка, милая, ну, маме надо на работу, мама поедет денюжку зарабатывать, ну, а на что мы будем ботиночки покупать, о игрушке, о сладости всякие. Вот. И я в этот момент словила себя на мысли. И я такая, так, стоп, родители, вот сейчас суперважный момент. Давайте не будем обманывать ребёнка. У нас есть деньги на ботиночки, на игрушки и на сладости. Я еду на работу, потому что мне там нравится. И в этот момент родители такие, ну, откровенно говоря, если бы я не поехала в эту секунду на работу, ну, как бы в разы, знаешь, там, типа, счастливая прибыль не упадёт. Ну, то есть всё нормально. Но я просто это очень люблю. И мне это очень нравится, то, что я делаю. И я помню, что я тогда с Лизой начала разговаривать, говорю, Лиз, ты любишь играть в игрушки, а у меня есть мои взрослые игрушки. Это моя работа. Это мой клуб W. Мне там очень нравится. Там мои друзья, там мои девчонки. Вот. Давай ты в свои игрушки сейчас днём поиграешь. Я в свои. Вечером мы увидимся и с тобой обсудим радости. Что? 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 Ну, что? Что? Почему я так же объяснял своей дочери, почему я пошёл на работу? Я вообще капец. Ты вытаскиваешь из меня какие-то вещи. Я не мать, да? Ну, то есть я, ну... Но мне кажется, что вот эта грань чувствительности, она достаточно высокая у меня, да? Ты про это говоришь. Я же вспоминаю. Ты понимаешь ситуацию? Вот я сейчас стою, я выхожу, а у меня ребёнок физически может на ноге висеть. Да-да-да. Я полностью хватит на моей ноге. Я, в принципе, могу с ней перемещаться. Да-да-да. И у меня так было. Она говорит, пап. И как бы я такой... Вот, знаешь, я рассказывал, я говорю, ну ты же хочешь вот это, поэтому я... То есть ты объяснял с точки зрения денег, что ты идёшь зарабатывать деньги. Ну, как бы, мы же хотим там полететь на море, что-то ещё. Потом я думаю, да, блин, это же не так. Давай ещё одну историю в добивку. Когда была пандемия, мы физически не могли делать свою работу. Да, мы встряли конкретно. Три месяца мы не могли делать живые встречи. Вот. И когда у нас в Новосибирске ограничения закончились, начали работать садики. Я помню, мы сидим на кухне с моим сыном Митькой. Вот. И я говорю, Мить, ну что, ты рад? Завтра идёшь в садик, увидишь Вадима там, своих друзей. Он такой, мам, я так рад, я так рад. И потом такой, мам, а ты рада? Ты завтра увидишь своих девчонок W? И я просто поворачиваюсь к нему. Офигеть, он это понимает. Для меня это не в первую очередь, ну, типа, что я принесу денюжку домой. А это моё дело, мне это нравится. Я от этого кайфую. Как для него играть с друзьями или там. Ну, короче, это просто взрослые игры. И я понимаю, что вот таким способом я доношу до своих детей, что на работу нужно ходить, потому что тебе это кайфово, нравится и интересно. Неважно, в найме, неважно, как предприниматель ты развиваешься. Я давай так, наверное, самое важное быть честным с самим собой. Это очень ключевое качество, что я сказала. Честно сказать, что я хожу на работу не потому, что я тебя не люблю, потому что я и работаю, и тебя люблю, но мне там нравится находиться. Я не могу любить только тебя. Ну, то есть тогда это буду не я. Да. Это очень круто, это очень классная мысль. Вот, блин... Давай про жену еще мысль добью. Короче... В своем случае про мужа. Ну да, да. Ты просто сказала, что жены тоже в расписании нет. Давай, если коротко, все равно я выстраиваю свое расписание сейчас таким образом. Я стараюсь... Ну, не стараюсь, а прям... Мой ассистент там... Все знают, что у меня после 6 или 7 вечера в 7 край мы забираем детей из сада. У меня ничего не стоит по работе. Ну, то есть все. Это время. Я дома с семьей. Мы с Митькой придумали такую традицию. Мы с ним смотрим сериал про супергероя. Каждый вечер одну серию. И у нас там обсуждения такие вообще. Ну, то есть мы с ним прям вот как друзья смотрим сериал. 40 минут посмотреть одну серию сериала и 15 минут обсудить. Это круче целого дня, проведенного вместе. Потому что ты сосредоточен вместе на 100% коннект. Не вот так вот, когда ты, типа, общаешься с ребенком и параллельно отвечаешь на сообщения там ассистенту или команде, да, а просто ты на 100% погружен в человек. Когда происходит какой-то важный момент, и ты... Как думаешь, что будет дальше? Типа, все будет хорошо, все будет хорошо. Ну, короче, когда вовлечен. Ну, так вот. Условно, у нас в жизни каждого человека есть роли определенные, да. Вот ты проговорил, допустим, ты отец, ты муж, ты собственник бизнеса, ты, ну, тоже являешься, по сути, таким мотивационным спикером, да, там зовешь подкасты, записываешь, интересных ребят подключаешь, ты обучаешь. И вот смотри, фишка в том, чтобы действительно в расписании все-таки выделять какое-то время, оно не означает, что вот столько же, сколько ты работаешь, что ровно столько же ты можешь выделить время там на ребенка или на жену. Но еще есть одна просто супертайная история, то, что это твоя роль. Давай на себе приведу пример. То, что я жена, это моя роль. Я могу ее выполнять, даже если мужа нету рядом. Сейчас объясню. Я обычно это рассказываю девчонкам на примере конкретной ситуации. Представим, мы с Костей договорились, Костя, мой муж, что мы с ним пойдем там, я не знаю, он у меня очень любит «Звездные войны», я почти ни одной серии не смотрела, вот, но ему так интересно этим поделиться, там всякое такое. Допустим, мы с ним договорились о том, что мы отдаем детей там бабушкам, дедушкам и идем в кино. Все, там выбрали сеанс, все такое, купили билеты, все договорились, я его сижу, жду, вот сейчас он за мной заедет и поедем в кино. И тут, допустим, Костя звонит и говорит, «Анют, сори, встретил Борю, друга давно не видел, так задушевно что-то стоим, разговариваем, мы пойдем в бар, короче, посидим». Так, ну всё. Возникает вопрос, что делать мне? Возникает много вопросиков, я бы сказал, да? Да, то есть мне воспринимать это как, что «Ага, тебе с Борей интереснее провести время, чем со мной», там, да, вот это вот. Вот это твоя первая мысль? Моя нет, смотри. Вторая, мне как бы, мне что там, нужно, получается, он вернется, мне надо обидеться, наверное, да, как-то отыграть, ну типа, в смысле, ты выбрал не меня, ты выбрал какого-то Борю, у нас с тобой свидание должно было быть, да? Например, вот, и я просто часто рассказываю эту историю, это была, ну, реальная история, вот, но или же другой вопрос, если я знаю, что это мой любимый человек, я его, правда, очень сильно люблю, я знаю, как он ко мне относится, и это не измеряется количеством встреч, количеством подаренных, там, букетов, там, и так далее, да, я знаю его отношение ко мне, и я понимаю, что он сейчас, ну правда, ну бывает такое, встретил, там, близкого друга, хочет поболтать, так круто, пускай поболтает, если я планировала это время уделить ему, я могу и без него сейчас что-то придумать. Там была история, что у Кости близился день рождения, и у нас там есть свои списки, что хотелось бы успеть, ну как бы сделать, ну, условно назовём это, за жизнь. И у Кости было в списке покататься за рулём автобуса. Я такая, прикол, дети пристроены, ну да, билеты в кино пропадут, в целом пофиг, Костя с другом сидит, всё кайфово, я же могу это время уделить на то, что подготовить ему вот этот сюрприз, найти, как можно прокатиться за рулём автобуса, его как-то, ну там, найти какого-то Михалыча, который даст порулить, у Кости нет нужной категории прав, там, или что, связаться с автошколой, там, ну как-то надо это придумать. И если я потрачу это время на вот этот сюрприз, да, то у меня внутри будет офигенное ощущение, что типа я самая охеренная жена, которую только можно придумать, рада, что с другом посидел, вернётся, если он, да, когда... Я же его как буду встречать, типа привет-привет-привет-привет-привет, ну что, классно, да? Почему? Потому что я буду, ну вот на этой энергии, типа, я только что придумала офигенную штуку, короче, кое-что для него замутило. И ключевая мысль в этом всём, что на самом деле даже когда это касается каких-то других вопросов, даже если дочки нет рядом, ты можешь что-то для неё придумать. Ты можешь сегодня там, я не знаю, что-то съесть для неё купить, или там, ну я не знаю, какой-то сюрпризик для неё придумать, да, у тебя будет уже благодаря этому ощущению, что ты классный папа, когда ты приедешь и реализуешь этот сюрпризик, дочь будет знать у меня самый просто, папуля лучше всех, лучше не бывает, что даже когда тебя нет рядом с ней, ты всё равно как бы мыслями с ней... Короче, вообще не туда разговоры зашёл, мне кажется, про конву предпринимательства вообще, о чём мы там, про личную жизнь, про это. Мы говорим для предпринимателей, мы говорим с предпринимателями, но жизнь – это не только бизнес, и жизнь – это вообще не бизнес, мне кажется, да, то есть это какая-то жизнь, и предприниматель – это человек, который раздаёт ценности, если ценно то, что ты делаешь, тебе за это платят, ну как бы так, философски, чем больше тебя платят, тем ценнее ты для людей, наверное, стоим ты или твои продукты. Но люди умственного труда, а предприниматель, продуктом предпринимателя является мысль перед другим, у человека, который провоцирует действия, они отличаются мышлением. То есть человек, который зарабатывает больше, он обладает теми же тактико-техническими характеристиками, как и любой другой человек. То есть нет такого человека, у меня был слайд, да, что «Вы видели, что у богатых людей шесть пальцев?» Ну как бы за счёт этого они печатают быстрее, и поэтому денег больше. Такого нет, да? Мозг другой, что-то ещё другое. Другие мысли. Мысли и решения, которые мы принимаем, решения, наверное, даже в первую очередь, которые мы принимаем, решения, там, уровень ответственности, мы просто решили, что вот так. И когда ты об этом говоришь, я понимаю, что рвутся какие-то установки, парадигмы восприятия, и мне дико приятно, что я из кого-то это вытаскиваю. И то есть это увидят какие-то тысячи людей, которые хотя бы поселились, потому что мне кажется, вот эта категория воспитания нас, как людей, предпринимателей, да, как мы говорим, что вот я посмотрю на своё прошлое, мне не есть чем с людьми говорить, то она заставит людей к какой-то нормальному уровню восприятия, осознанности, да, что вот что-то происходит, это не равно. Не надо ставить знаки «равно» вот тут, соответственно, да. И это, наверное, очень круто. Но то, о чём я хотел поговорить ещё, да, это вот о семейном бизнесе, да, о предпринимательстве. Вот как-то, как-то кажется, что ты со стороны, да, давай я там со стороны, когда смотрю, мне искренне кажется, что, конечно, Костя на всё согласится, как бы ты же его содержишь, со своей стороны выглядит вот так, да, потому что это выглядит реально так, типа, Костя, короче, мне тут надо, ты на детей подержи, да, и как бы вроде как роль жены-то, она как бы не совсем у тебя в твоей семье. И когда давно я был на тебя повисан, я смотрел и говорил, ну, блин, понятно, да. А я такой думаю, вот, я как мужчина говорю, вот Костя бедный, как бы, да. Вот, ну, зато его содержат, как бы зато можно ничего не делать. Вот, но я не знаю деталей, на самом деле, наверное, это вот внешнее восприятие, оно такое, не знаю, спрашивал тебя кто-то об этом или нет, но вот в вашей семье, в семье предпринимателей, ну, в семье предпринимателя и, я не знаю, там, я видел, что Костя фотограф, я не знаю, вот, как же распределён, кто сколько зарабатывает, кто сколько вкладывает, общий ли бюджет, вот эту вот технику расскажи, потому что многие женщины, знаешь, что боятся, когда я с ней общаюсь, да, она говорит, я буду зарабатывать, это что получается, я могу заработать больше мужа, ну, гипотетически, да, для бизнеса, не-не-не-не-не, вот, то есть это осознанно, то есть, так как у нас есть там сеть студии лазерной операции, я вижу, что они туда прям не хотят идти, потому что если у меня получится, будет денег больше, чем у мужа, и я, как бы, потеряю роль жены, и, типа, это вообще не окей, ну, как бы, и вообще это, блядь, неправильно, как бы, да, вот это мужика надо мотивировать, вот. В твоем случае, как это вообще, как вот вы про деньги в семье, ну, то есть, я не знаю, комфортно тебе про это говорить или нет? Да, вообще нормально, без проблем. Крутяк, Костян, прости. Это было бы за что. Короче, смотри, с одной стороны, мне кажется, что мы с Костей не суперклассический случай, но давай расскажу, что за кадром. В общем, первое, мы с Костей очень много лет женаты, это раз. Второе, мы в свое время познакомились, когда играли в баскетбол. Мы оба очень командные игроки. Нам есть о чем поговорить. Да, вот. И Костя... Подожди, как его познакомим? Мы учились в разных школах. Да. Играли он за мужскую сборную района, советского района, вот. Я за женскую сборную советского района. Он на год старше. В то время мы смеемся, что мне Костя очень нравился. То есть, если бы мне кто-то тогда сказал, что, типа, Хэню, ты посмотри, видишь, вот этого парниша, будущий отец твоих детей. Мне кажется, я бы там с ума сошла от счастья вообще. Потому что, ну, представь, в школе парень на год старше, звезда баскетбола. Он просто был фактически как капитан команды, суперкруто разыгрывал по площадке там и так далее. Он невысокого роста, но он был, короче, на единичке, по сути, играл. Да, правильно же я помню, единичка, кто пасует. Да, разыгрывающий первый год, да. И, соответственно, на мой взгляд, у нас есть первая сильная сторона. Мы оба командные игроки. Вот. И если говорить про то, что происходит там сейчас, то Костя – это невидимая сторона женского клуба W. То есть Костя работает, я бы сказала, даже ещё поболее моего, в клубе W, потому что он забирает на себя кучу вопросов, которые, ну, давай, начиная там с самого основного. Стратегия, планы наши, цифры там на следующий год, за счёт чего мы это сделаем. Всё взаимодействие там с юристами, там налоговые, бухгалтера, там всякие подключения каких-то оплат, там, ну, короче, вся техническая сторона клуба W, взаимодействие с партнёрами, это делает Костя. То есть я такая, знаешь, типа с флагом впереди, такая вся вдохновенное вдохновение, вот, а Костя – цифры, факты, чётко по полочкам и так далее. Мне кажется, что если бы Кости не было в бизнесе в этом, то я, ну, как бы уже давно просто закрыла бы клуб W, и он бы уже не существовал. Поэтому Костя – это тот человек, чья работа не видна, он не на арене, но без него я не могу представить. Поэтому мы оба работаем в клубе W. Просто идея изначально, ну, там, условно моя. Вот. Если говорить про... Подожди, и тогда вот самая важная часть. И деньги, получается, прибыль общая. Вот. Да. При этом у нас есть у каждого зарплата определённая там, да, в случае, если Костя уйдёт с этой, ну, там, должности, да, то нам нужно будет поставить кого-то на его место. То есть у него есть зарплата, у меня есть зарплата, есть, условно, там, прибыль, которая, ну, там, мы тоже принимаем решение, куда мы там распространим. Какого зарплата больше? На данный момент у меня, потому что я работаю и в управляющей компании, и в московском клубе. Ну, короче, там есть нюансы. Да. Да. Но при этом ещё при всём у нас всегда в семье было, знаешь, как очень, сейчас скажу, как очень правильно всё выстроено. Мы когда-то ходили там к коучу, там, я не знаю, там, наставник, там, как куда можно называть это. В Новосибирске ещё жили, очень крутая тётенька. Вот. И она тогда это подсветила. Я не обращала на это внимания. Она говорит, несмотря на то, что вот условно ты впереди планеты всей, да, твоё лицо там условно официально является символом там клуба W, никто не задумывается вообще там, а где Костя-то есть или нет, что у нас в семье всё выстроено очень правильно, при этом Костя разруливает, ну, то есть все вопросы. Я не знаю, можем ли мы себе позволить что-то купить или нет. То есть условно финансами в семье управляет Костя. Там, я не знаю, заплатить ипотека, дом там, что-то там, тачка, колёса там. Ну, то есть какие-то вот такие вот масштабные вопросы, типа сколько за детский садик в следующем году там. Я фиг знает вообще. Вот, поэтому условно Костя является финансовым центром управления семьи, и вот здесь связь не нарушена. Поэтому если я что-то хочу, там, неважно, поездка или куда-то, или ещё что-то, то нам это нужно совместными усилиями принимать решение. А в силу того, что Костя рулит полностью всей картиной, вот, то за ним слово всё равно. Вот, поэтому такая история. Ничего такого. Я думаю, я взяла мужа, что ты, блядь, не пизди, как бы детей воспитываешь, собственно. Слушай, но я тебе сейчас... А, а что нам не хватает в мужиках такого, знаешь, не хватает? Всегда херово фотографируют. Поэтому на всякий случай галочку поставлю, чтобы ещё фотограф был, чтобы я ещё на фотках такая классная дохотена была. Я думал, будет такая история, но... Не-е-е. Нет, такая нет. Кстати, это ещё одна суперважная штука. Ну, это тоже больно, наверное, про детей будет. У нас не суперпростая история была в том, что когда Митика появился на свет, у Кости был на тот момент неудачный опыт. Ну, не то, что неудачный, как бы всё норм, но быстро закрыли эту историю. Он запускал кальянную, и он запускал точку квестов. Вот. И, короче, когда родился Митика у нас, Костью накрыла депрессия. Как мы потом уже там разбирались с психологом, потому что это было жёстко прям. Блин, вообще, мне кажется, после этого семьи разваливаются вообще. И нам суперповезло, что мы командные игроки. Кость, прости, правда, я не специально вытащил всё это. Ну, короче, да, всё на самом деле просто, да? То есть, типа, не всегда с первого раза получается бизнес, и это ок. Плюс кризис 30 лет, плюс родился маленький ребёнок, и вся жизнь вообще перестраивается по-другому, плюс кризис 10 лет брака. Ну, короче, его накрыло медным тазом, и вот это был период, когда мы как игроки просто поменяли в семье, и да, действительно был период, когда, ну, реально, мне нужно было вывозить программу. Но спустя пару лет меня накрыло этим же медным тазом. У нас вывозило реально только Костина чувство юмора. Я была на таком дне вообще просто. Почему? Ну, типа, знаешь, это был период как раз, когда я ещё не, ну, там, не придумала... Вернее, нет, мы уже запустили клуб W. У меня же, ну, короче, история такая. Я запустила клуб W, за год ушла в убытке минус 480 тысяч рублей, закрыла клуб, и впала, собственно, в депрессию, потому что я не понимаю, о чём дело дальше. Ну, как бы, как я могла похерить такую крутую идею? Ну, то есть, она же великолепна. Ну, то есть, типа, обратная связь у девчонок, кто был на тот момент в клубе, была просто супер. И я понимала, что я что-то, по ходу, не знаю, короче. Мне что-то не хватает. Вот. Ну, и как раз не хватало предпринимательских навыков. То есть, всё, что связано там с ивентом, атмосферой, комьюнити, в этом я супер, да. Но как предприниматель я была полной ноль. Это как с водительскими правами, да. Неважно, там, официально, официально, ну, просто узнать вот хотя бы эти правила, как это всё действует. И я прям чётко убеждена, что предпринимательству нужно идти учиться. С этим реально не рождаются как с шестым пальцем. Ну, хоть где-то нужно находить эту информацию. А мне кажется, у нас у девочек вообще особенно это устроено. Так, типа, знаешь, хочешь научиться краситься, идёшь там к стилисту. Хочешь классно одеваться, идёшь, значит, к имиджмейкеру там или стилисту, ну, кто по одежде занимается. Хочешь там стройную фигуру, нутрициолог или там тренер обязательно в тренажёрке. Хочешь открыть свой бизнес, сама справлюсь. Детей же родила, поди тут тоже справлюсь. Ну, как бы нифига, не так работает. Вот, поэтому... Вы поменялись местами. Да, и мы поменялись местами на какой-то момент. Но потом пришло... Ну, потом этот ченч снова случился. Я впала в депрессию, и меня вывозило только Костина чувство юмора, потому что он смотрел на меня, я занималась самобичеванием, ревела по три раза в неделю горючими слезами. Вот, он на меня смотрел и говорил, «О, поздравляю, кажется, ты на дне. Я там в смысле? Что в этом хорошего?» Он такой, «Ну ты что? От дна можно оттолкнуться и уже наверх как-то потихонечку». Я начинала снова рыдать, он такой, «Хотя не, это ещё не дно, ладно». Я там, «Фак, скорее бы дно». Ну, короче, Костя просто очень понимал то, что я проживаю, и вот в этот период времени просто он всё это вывозил. То есть у нас уже несколько раз были такие ченджи. Ну, и важная история, несмотря на то, что депрессия это стрёмно, как бы стрёмно, что у Кости было в этот период, но Костя суперпапа. Костя пишет книгу, да. Я очень надеюсь, что он действительно выльет всё лучшее, что он знает. Он суперпапа, просто нереально крутой папа. И опять же, отчасти это благодаря тому, что в определённый момент времени у нас был вот этот чендж, что Костя был на подхвате с детьми. Он лучший друг их. Он там вообще просто вообще легко находит там общий язык по поводу любого вопроса. Короче, книгу, которую он пишет, называется «Как папе стать отцом». Не хочу я читать. Потому что, мне кажется, ну, это очень сложные переговоры предпринимателя про семью, да, следовательно. И я вот, ну, как бы, знаешь, когда мне кажется, что семья может быть на первом месте, да, но когда я смотрю расписание дня, я понимаю, что, ну, нет. Ну, как бы, да. И это вот очень крутое качество, про которое говоришь, это быть честным с самим собой, перестать обманывать себя, через обман себя, перестать обманывать окружающих в чём-то, да. И вот с кем бы я с предпринимателями говорил, они всегда говорят, ну, ты сознайся себе, да, в том, что ты плохой предприниматель. Тогда ты увидишь проблему, которую сможешь решить. Пока ты не сознался, да, типа, у меня была классная идея, она не получилась, ты начинаешь эту свою ответственность перекладывать на другого. Она не получилась, потому что... Да. ...женщина не готова. Да. Она не получилась, потому что, я там, не знаю, там, таргета больше нет в Инстаграме, и всё рухнуло, как бы, да. То есть ты начинаешь приходить причину плохой идеи, не пытаясь с этим ничего сделать. Сейчас, вот ты сказала, что клуб в Новосибирске, он стал меньше зарабатывать. То твой бюджетонаполняющий это московский клуб сейчас, да? Или нет? Или в целом сеть? Нет, потому что московский клуб ещё только-только у нас начинает своё развитие. Сколько человек? В московском клубе 70 участниц сейчас. Вот. В Москве мне самой тяжелее понимать, потому что в Новосибирске я довольно известный человек, мне просто работать с новосибирской аудиторией. Вот, в Москве прямо, знаешь, такое с нуля. Типа, Пирогова кто это вообще? Вот, поэтому интересненько так, интересно. Поэтому нет, наверное, как бы в равной степени. Какие планы? Ну, то есть вот... Планы из интересного у нас сейчас просто, несмотря на то, что мы нигде об этом не говорим, что мы продолжаем дальнейшее масштабирование по городам, на нас упало разом пять заявок из разных стран. Азербайджан, хотя мы не планировали как бы выходить туда. Америка, Мексика, Аргентина, Турция. Русскоговорящие. Да. А, ну понятно. Азербайджан еще. Вот. И очень классные, крутые, сильные лидеры, кто как бы вышел с нами на связь. И типа, Анюту, хотим вот как бы открыть клуб W. Let's go. Вот. И мы такие, типа, мы еще за рубежом ни одного клуба не открывали. И психология экспатов, это немножко другое, нежели чем открывать там клуб в России. Вот. Поэтому тоже очень интересно. Сейчас продолжаем переговоры. И поэтому есть вероятность того, что мы как-то неожиданно для самих себя, хотя не планировали это, пойдем в международную историю. Вот. Поэтому интересно. Ну а так дальше масштабироваться. Масштабироваться по городам. Масштабироваться в онлайне. С точки зрения денег. Вот у вас есть какие-то планы? Вот как ты себя чувствуешь сейчас, да? То есть я не знаю, сколько ты зарабатывала как ведущий, но сейчас ты говоришь, ну там, миллион зарабатываю, не знаю там сколько, да? А вот внутренне, как ты считаешь? Вот сколько ты еще как предприниматель должна зарабатывать, чтобы, типа, деньги перестали быть главным в твоем бизнесе? Такой интересный вопрос, потому что мне кажется, что те маленькие результаты, которые мы сейчас делаем, вообще изначально потому, что для меня как будто бы важнее не деньги, которые я зарабатываю, а тот уровень пользы, который мы даем. Ну, то есть Костя иногда на мной смеется, что вообще мне в целом можно и зарплату не выдавать. Меня похвали просто, отзывов классных напиши, как круто, вообще какой классный клуб, там типа команда, как вы круто работаете, там и так далее. Вот. Ну, если коротко, мы посчитали, мы, я, я посчитала объем рынка, и мы метим условно на 3,5 миллиона женщин в России. Сейчас берем только Россию. На данный момент у нас 800. 3,5 миллиона – это, ну, как бы общий объем рынка. То есть представим себе ситуацию, что мы хотя бы 1% рынка займем. То есть уже становятся результаты, ну, там, гораздо интереснее. То есть у меня прям выписан список всех городов с населением, больше 250 тысяч человек, короче, из разряда там, сколько, какой численности может быть клуб, с учетом уже доказанных наших цифр, то, что мы уже делаем. То есть просто взвесим вот прям реальные факты. Мы это уже умеем делать вот в таком объеме. Вот. И вообще изначально, как мне кажется, меня вдохновляет. Это только же такая интересная история. Я поняла, что я ученик АЯЗа, да, и у нас всегда там все цифры, планы, факты в деньгах и так далее. Я поняла, что меня в деньгах не зажигает история. Ну, какой-то дохериллион денег. Ну, как бы я не понимаю. Ну, как бы вот много. А когда я начинаю это измерять в количестве участниц клуба W, у меня это такое, типа, 10 тысяч участниц клуба W. Блин. Круто. Это же прям, вот прям армия уже такая. Бутопулярно, как Асти. У меня такого нет. У меня скорее просто, что... У меня есть такой архетип, который я для себя, ну, не придумала, увидела. Это, условно, то, к чему хотелось бы там стремиться идти и расти. Это оправа Инфри. Это женщина. Оправа Инфри. Ты знаешь, кто такой оправа Инфри? Понятно. Шоколадка из Америки. Да, да, да. Ведущая вечерняя шоу. Одна из первых просто чернокожих телеведущих вышла в супертоп. В результате стала просто человеком, кто управляет всеми женщинами Америки. Потому что поднимает порой очень неудобные вопросы, где-то подсвечивает очень важные темы с точки зрения женщин, в первую очередь она двигалась. И она как бы такой человек, который вне политики, как бы вне экономики и так далее, но с очень высокой степенью влияния на всех женщин Америки. И вот у меня как-то рисуется вот такая же история, потому что они реализуют очень много интересных благотворительных проектов. Они там, ну, короче, она столько всего делает там, она выпускает свои журналы там, господи, у нее столько всего, и при этом при всем она там выступает ментором для там выпускников университетов, короче. То есть очень много всего, что она делает, и при этом видно, что это потихонечку, ну, короче, привносит свое в мир. Ну вот. И мне эта идея очень откликать. Круто. Так, ладно. Я думаю, что историю с клубом можно здесь закончить. Понятно, да. Клево, понятно, как-то философски, интересно. Пока непонятно, как это продавать лично для меня, потому что это тяжело продаваемый продукт, то есть он такой сильно неосязаемый, сильно много такого виртуального промышления, да, там продлять. Особенно, когда женщина придет просить деньги у мужа, вот эти 144 тысячи рублей. Давай, говорит, я объясню, зачем. Он говорит, и там, мне кажется, просто терпение. Дорогой, ну надо как бы, да. Про продление все просто. Когда первый зайти раз, вот это тяжело. Да, тяжело. Ну, продление тоже, может быть, кто-то не находит свое окружение, может, не понравится, да. Ну, вероятность. Это женский коллектив, это страшная вещь, мне кажется. У нас очень высокий процент продления клуба. Я догадываюсь, я говорю, все равно, что там срываться, потому что женский коллектив, потому что дело не в, ну... У меня в опыте бизнеса был, как мне, 25 лет, у меня был колл-центр, я в компании, производитель предоставки питьевой воды из Академии городка, я рулил колл-центром, и там было 157 женщин. И как бы нет там логичных было причин, как бы, да, а вы сели рядом, она наклассилась с той же тушью, тварь, как бы, я такой, кого, как бы, нам надо сидеть в разных местах колл-центра теперь, да. Я говорю, как связана тушь, у вас вот тут эти загородки, как бы, не порачу голову. Даже если не порачу голову, я же знаю, что она там. Я такой, ладно. И у нас единственное место, где был кабинет отдыха и психолог отдельный, это вот эта история. Но опять же, фазы месяца, какие-то такие вещи, знаешь, которые просто вот выбрасывают эмоции, а это же концентрация такая, знаешь, в одном помещении, да. Короче, прикол в том, что все то, что ты рассказываешь, я такая, типа, не понимаю, о чем ты. Ну, то есть, вот в рамках нас, в комьюнити, вот это другая история. Я догадываюсь, что здесь, наверное, категория другая, но тем не менее, я просто допускаю, что просто потому что кто-то не продляется, потому что вот что-то не зашло, какой-то человек. Это человеческие отношения, то есть, они говорят, мне вот с этим человеком не окей, раз он в клубе остается, ну, то есть, я не хочу там дальше тратиться. Никогда такого не бывает. Да? Если выходят девчонки из клубов, как правило, это переезжай в другой город, там нет клуба W, скоро рожу, пока прекращу ходить, потому что, ну, тут вот эти вот семейные вопросы, или там, типа, не знаю, сейчас трындец, просто проект на 4 месяца будет на работе, я вся с головой, ну, то есть, короче, очень такие причины, которые... Интересно, это я, значит, тебе такие рисую картины. Вообще, вообще, поэтому говорю, такая, типа, не понимаю, о чем ты. Ты уже три раза упомянула про человека, которого зовут Аяз. Да. Ты у него хедлайнер, ну, я так называю тебя, да, то есть, каждый раз, когда человек сотни тысяч людей, ну, не сотни, там, наверное, 40 тысяч рублей раз в месяц на выходных смотрят концентрат, они смотрят по большей части тебя. 40 тысяч рублей на выходных. Нет, 40 тысяч человек каждый выходной по 500 рублей там смотрят концентрат и смотрят тебя, потому что тебя там больше, чем Аяза, по большому счету. Ну, мне так кажется. Ну, ладно. Ты комплиментный просто делаешь. Вот, ну, видим тебя, как бы, да, и ты... Ну, я уверен, что тебя запоминают не меньше, чем его, соответственно. То есть, это вот такая хорошая точка входа, и тебя много людей знают. О чем я хочу спросить-то, вот, знаешь, и мы постоянно знакомы, то есть, знакомы давно, мы были партнерами, как бы запускали вот эту движуху когда-то, но мы там сильно разошлись во взглядах и в переписках, в философии, как бы, да, то есть, и мне тогда это не очень нравилось, и, ну, как бы, я вот... Это история, когда достигаторство, да, то есть, она людей сильно может сжигать. Ну, то есть, я... Мне кажется, это не сильно, как сказать, вот несколько мыслей, которые я хочу с тобой поговорить, хочу с тобой обсудить, да, почему, ну, как бы, инфобизнес вот такой, его не покупают, а его продают, причем достаточно агрессивно. То есть, ты... Его не то, что приходишь к покупке, да, то есть, маркетинг построен не таким образом, что тебя как будто, ну, подталкивают к выбору такого решения, тебе кажется, что, ну, вот, окей, да, он достаточно такой экологичный. Ну, я не знаю, как пример, может быть, маркетинг каких-то там застройщиков, да, например. Ну, типа, ты такой смотришь, это квартира, они рассказывают о каких-то ценностях, как ты здесь будешь жить, как бы, как это кайфово, когда ты здесь живешь, да. Ну, нет такого, что собрали толпу народа, ну, как бы, впихнули им, поставили датчик от отсчета, таймер на принятие решения о том, что твоя жизнь изменится, и ты должен купить квартиру в ипотеку, в рассрочку, немедленно, сейчас. И ты такой... И все побежали покупать. Я такой тоже побежал, потом такой, офигеть. Ну, как бы, это прям агрессивная продажа. С одной стороны, вроде кажется, что с точки зрения бизнеса, ну, продает и продает. Красавчик, да. С другой стороны, и за счет этого, да, можно продать не тому, ну, как бы, человек, который вот, ну, пока не готов это покупать, он купил, потому что, ну, типа, все прыгнули, я прыгнул, как бы, все купили, я купил. И вот я каждый раз, когда на это смотрю, да, мне вот каждый раз вот эта история... Я, с одной стороны, как предприниматель, да, Так смотрю, ну, типа, красавчик. Ну, типа, круто продает. Офигенно, талантливо, очень умно. Класс. Круто. И кому-то действительно надо было это продать. Кому-то действительно надо было, да. Ну, кому-то, блин, камон, как бы, да. Вот этому человеку не надо это сейчас продавать, да. Это вообще не по сеньке шапка. Это вообще не для него. Ну, типа, зачем, как бы? И он вообще не готов, ну, как бы, да. Это не его уровень. И, ну, не надо ему это сейчас, да. Не все могут быть предпринимателями в тот период жизни, да. Много факторов должно сложиться. И вот эта агрессивная продажа, она тем самым, может быть, там часто делает хуже. Как выбрать, я не знаю, да. Но в целом вот эта агрессия в продажах непонятно зачем. Ну, типа, чувак, у тебя столько денег, ты уже не потратишь, да. Ну, типа, а зачем вот сейчас агрессивно продавать, да. Ну, пока рост, может быть, надо, нет. И, короче, я не могу однозначное отношение к этому получить. И я понимаю, что ты, наверное, не знаешь этого, да. Но я хочу услышать, мы говорим с тобой, я хочу услышать твое мнение. Вот ты, допустим, ты же не так агрессивно свой клуб продаешь. Ну, как бы, я чувствую по тебе. Давай попробуем сформулировать четко вопрос. Я сейчас сформулирую. Да, рассуждение. Мне есть что сказать, не очень хочется. Я догадываюсь. Я стараюсь рассуждать, потому что любой вопрос, это же, ну, я к этому как-то пришел, да, я об этом думал, я очень хочу у тебя спросить. Давай. Вот почему инфобизнес нужно продавать агрессивно, и его очень многие люди продают агрессивно, и самый большой продавец инфобизнеса, это самый агрессивный продавец инфобизнеса. Инфопродукта. Почему так, как ты думаешь? Сейчас давай отмотаем назад. У нас сейчас с тобой есть очень классная разница. Мы сейчас с тобой в параллельных вселенных, потому что я тот человек, который купил в свое время обучение у Аяза. Ты же не покупал? Нет. Вот. И поэтому ты когда говоришь, ну, типа, зачем нужно так агрессивно продавать и так далее, а я в свое время купила, и я, ну, опять же, может быть, тогда еще не было вот этого там 14 минут, кнопка там и так далее, но я купила, и, ну, как бы там тоже был какой-то там лимит, ограничение, ну, классический оффер условно, у всех он может по-разному там звучать и так далее. И моя история в том, что тоже сразу обозначить, я очень благодарна Аязу и там то, что я там веду концентрат там и так далее. Почему это происходит? Потому что я прям, ну, яркий кейс Аяза, да, девчонка, у которой бизнес не получился, женский клуб W у меня уже был закрытый там с минусами. Когда Аяз посмотрел мои цифры, говорит, ну, классно, у тебя там не минус 480, а весь минус миллион. Я такая, нет, там все четко, я же посчитала. Он говорит, ты зарплату себе платила? Я такая, блин, я еще и зарплату себе не платила этот год. Вот он такой, ну вот, поэтому как минимум там минус миллион. И у меня классическая история девчонки, у которой не получилось, при этом, которая решилась, типа, ну, попробую. При этом двое маленьких детей, при этом как бы, как там что получится, не получится, непонятно. Где, как определить, готов или не готов человек. Не знаю. Вот мне кажется, что есть только один критерий, это, ну, по сути, вот сделать вот это какое-то решающее действие. В рамках, ну, как бы покупки инфопродукта, это покупка. Да, в рамках, когда ты решаешь, что ты все, я готов к тому, чтобы худеть, это когда ты натягиваешь кроссовки и выходишь на улицу бегать там, например. Да, значит, ну, как бы все, уже вот там подошло. Вот. Вот. Поэтому первая моя мысль, когда ты задавал вопрос, для меня эта продажа не была агрессивной. Она концентрированная, я бы вот так сказала. Почему? Потому что, как обычно происходит, и я это вижу там и в девчонках тоже клуба, тебе такая откликается идея, давай сейчас перенесем на что-то другое, неважно, там, предпринимательство, или же, там, идти учиться, давай, на фортепиано. Вот. У меня мечта с детства. Хочу играть на фортепиано. Мне всегда говорили, у тебя такие длинные пальчики, вот прям вот на пианино бы играть. Сейчас, может, уже так не кажется, но в детстве вот мне все это регулярно говорили. Вот с этой стороны, да, а вот с этой стороны нет. Не знаю. Вот. Я, может, хотела бы пойти учиться, но я что-то такая... И вот как определить, готова я или не готова? Да, и тут получается, что я вижу, допустим, что меня цепляет, это интересно, там, какое-то обучение, при этом мне, ну, как бы так всё раскладывать, что вроде как у меня реально получится, допустим, переводя на фортепиано, через, там, пару месяцев сыграть какую-то композицию, я это смогу, может быть, даже, там, на сцене и так далее. И если я делаю вот это первое действие, типа, купить обучение, типа, всё, ладно, я пошла. Есть ли гарантия, что я отхожу на это обучение? Да нету. И тут с Аязом, мне кажется, точно та же самая история. Но если первое вот это вот порыв человек делает, и такой, типа, всё, я хочу, вот мне до сих пор кажется, что вот важно его поймать и не растерять. И его... И именно поэтому Аяз выстраивает продажи таким образом. Я знаю просто кучу людей, которые говорят, типа, блин, я так вообще рад, что из разряда... Ну, просто когда тебе создают искусственно такую ситуацию, когда, типа, всё, решай сейчас, ну, либо уже не ври себе, что я в следующем месяце попробую. Да ни хера, ты опять сейчас отложишь эту идею, что, типа, вот, я пойду, открою свой бизнес там или ещё что-то сделаю. Ну, типа, не ври себе. Ну, как бы, не будешь ты в следующем месяце. Давай уже либо сейчас, либо уже, короче, забей. Вот. И люди решаются. И, на мой взгляд, когда делаешь что-то не по сценарию, ну, потому что есть же у нас вот привычное понимание о своей жизни и так далее, это тебя как будто выдёргивает из привычной реальности. И ты такой, типа, о, так, а что, как-то надо по-другому тут действовать и так далее. Поэтому моё мнение такое. У Аязы есть разные воронки продаж. Концентрат – это, на мой взгляд, ну, такой единственный такой вот, ну, типа, крупный продукт, через который вот делается такие концентрированные, ну, название оправдывает себя, да, там, продажа. Вот. А есть масса ещё там разных подогревающих продуктов, инфопродуктов, где, ну, там, точно то же самое, там, рассказывают, проповедуют, там, а что, а как, а истории других ребят, а у кого получилось, у кого не получилось. При этом Аяз всегда очень открыта, там, у всех ли получается – нет, всем ли нужно – нет, есть процент, статистика, сколько возвратов, сколько кто не делает результатов. Поэтому, на мой взгляд, всё по-честному и, типа, ок. Вот. И если вот так работает конкретно на вот этом продукте, когда большое количество людей, почему бы нет? Ну, давай, там, я своё мнение высказал, мне было интересно услышать твоё мнение, да? То есть моё мнение, что как будто бы, да, слегка всё-таки градус агрессивности, слегка выкручен, да, и, типа, может быть, для старта бизнеса я ответил, ну, позиция понятна. Смотри, вторая часть, которая мне, лично мне, да, она как будто бы не нравится внутри ещё больше, да, то есть я пытаюсь выразить свои отношения, и как я глаз народа, да, то есть как вот, ну, рупор, из которого говорят, кто-то молчит, кто-то говорит, да, вот, и ты как пример здесь. Что мне не нравится, да, что вот сейчас он пропагандирует программы, и у него вокруг предприниматели, которых вот он там и возит, говорит, самые топовые сессии, самые крутые ребята, и ты когда... Я такой думаю, ну, блин, что за крутые ребята, да, что за крутые ребята? Блин, один наставник, второй коуч, второй какой-то ещё обучатель. Ну, то есть это все люди, которые как будто бы люди, которые должны учить других зарабатывать деньги. Я такой сижу и думаю, откуда это взялось? Ну, откуда это может взяться, что если ваш лидер, ну, то есть ваш человек, который идёт, он зарабатывает над тем, что учит других зарабатывать, то под ним люди, которые учат других зарабатывать, и он в продуктах рассказывает, ты иди ко мне учиться, ты, говорит, пять миллионов мне заплатишь, ты их тут же окупишь, потому что вот той группе, которая ко мне пришла, ты им свой продукт и продашь. При этом про продукты как будто бы познавируется, что он у всех есть, и как будто автоматом ты уже готов к тому, что ты готов что-то рассказывать, и человек вместо того, чтобы заниматься там твёрдым бизнесом, становится наставником. Для меня яркий кейс был. Ну, как бы, я не могу его понять, как бы, да, мне хочется позвать, наверное, на интервью парня, да, поговорить с ним. Это Рома из Екатеринбурга. Такой прикольный чувак со стороны. Я подписался, потому что он триггерит у меня как у мужика. Я взял, купил урус себе, взял, зараза, похудел. Рома Вагнер. Да. И я такой думаю, красава зарабатывает на фейерверках. Он теперь наставник, говорит, приходите ко мне на наставничество, я буду продавать наставничество, потому что человек идёт сразу такой дорожкой, типа, собирая, он говорит, фейерверки, понятно, там что-то маржинальность, там эти ларьки, там, блядь, сезонный бизнес, там что-то ещё. Тут, короче, сел, взял кого-то от чувака, взял с него миллион рублей, как бы, да, и просто что-то с ним говоришь, и как бы, и вроде у него не получается, ты говоришь, ну, ты недостаточно правильно выполнил договорённости, да, или у него не получается, там что-то другое, как бы, да. Ты как будто берёшь вот деньги и продаёшь человеку что-то несуществующее, да, какую-то таблетку веры. То есть вот эта вот история продаж волшебных таблеток, через слово наставник, она вообще мне не против. Типа, вот у меня не было наставника, я пошёл к наставнику, он мне дал волшебную таблетку, я её съел, теперь я чемпион. Я такой, да, блин. И когда я смотрю вот людей, которые в ближний круг, которые сейчас попадают в, ну, в кейсы, как бы, да, они все этот на Валберес учит работать, этот учит продажам, этот учит какому-то личному бренду, все кого-то друг друга учат, и, типа, у меня, блядь, вопрос, работает кто там? У меня есть кто работает, как бы, или что-то делает, и вот это меня очень дико триггерит, и, как бы, мы тут переписывали, не знаю, Тимур на меня обидится или нет, там, с Тимуром, парнем один, он тоже продает инфопродукты, но он говорит, ну, мне вообще это тоже не нравится, типа, блядь, кому-то не коучи, как бы, да. Ну, типа, сделай что-то твердое, как бы, ну, учись продавать это, да. Ну, дело не в заводах, пароходах, да, я говорю о том, что, ну, вот, почему вот как раз в топ попадает только консалтер, ну, логично, что лидер-консалтер, как бы, да, то есть, ну, продавец информации, значит, он отлично может научить продавцов информации, и, как бы, и вот эта вот история как-то мне не очень нравится, особенно, когда люди переобуваются, потому что, ну, ты такую очень легкую игру играешь, да, когда вот, честно, знаешь, чем ассоциация, она грубая, да, у меня старший брат наркоман, и он погиб от наркотиков. И я видел, когда он начинает заменять реальность, ну, как бы, вот, типа, можно построить счастливые семейные отношения, ну, как бы, и быть счастливым в семье, да, а можно сделать укол, ну, как бы, да, и быть тоже счастливым. И, типа, это такой очень простой, легкий путь. Хотя, с другой стороны, может быть, и стоит выбирать легкость. Вот, ну, вот я, допустим, женский клуб, он продукт, он какой-то экологичный, понятный, ты его развиваешь не так много денег, да, но, с другой стороны, открой ты свое наставничество, ставь ты наставником, пробровай ты наставничество. Может, денег-то будет и больше, типа. Слушай, давай тебе сейчас... Что ты думаешь про это? У меня, опять же, нет вопроса такого, да, у меня есть рассуждения, хочу услышать мысли. Да, окей. Смотри, опять же, тут мы немножко в параллельных вселенных, и я буду рада подсветить, ну, там, как это вижу я. Давай. Никогда непонятно, где же объективность в этом всем, да, потому что чем больше людей, тем больше мнений. Ну, условно, мой последний опыт там выезда у нас был в июле, короче, выезд, где мы с ребятами учились, знакомлюсь с девушкой, просто мега-красотка модельной внешности. Я такая, слушай, прикольно, чем занимаешься? Она такая, у нас, ну, у нас, короче, ассенизаторские машины, все дела. Короче, говно выгребаем. Я такая, в смысле, серьезно? Она такая, ну, да, у нас там масштабная такая история, ну, мы, короче, говночисты мы, ну, вот так, да? Я такая, офигеть, вообще, прикол. То есть, на самом деле, ребят очень много разных. Ну, интересно ли рассказывать про это? Ну, как бы, ну, какому числу людей, возможно, это будет полезно, не знаю. Там, знакомлюсь с другим чуваком, мы летели вместе из Марокко, тоже у нас был выезд. Вот. Я говорю, Сереж, чем занимаешься? Он такой, типа, у меня огромное производство, мы производим перила для крылечек, для, там, лестничных пролетов. Ну, короче, я, там, король перил просто, я такая, охренеть. Вот. То есть, там есть ребята из производства, и это все нормально, и они есть. И это, знаешь, как, типа, делать вывод, типа, да все вы там. Ну, они живут на фронте, да. Да, но из разряда, так, а фронт где? Ну, типа, он в интернете, а где информацию продают? В интернете, ну, типа, в социальных сетях, да? То есть, люди, которые продают, там, перила, я не знаю, занимаются, там, ассенизаторскими услугами и так далее. Я правильно же сказала? Ассенизаторские услуги? Подожди, да? Это же оно? Ну, по-моему, ассенизаторы те, кто обладатворяют. Вот, я тоже, подожди. А оно же схожее, подождите, подождите. У тебя есть в сохраненках это? Да. Вот. И поэтому, ну, то есть, все просто выглядит естественным образом, ну, типа, Инстаграм, другие площадки, да, они очень удобны для продажи инфопродуктов. И там всегда будет больше людей, которые занимаются продажей инфопродуктов. Ну, типа, все ок. Вот. По поводу того, что там наставничество, не наставничество, тут, мне кажется, тоже, знаешь, а есть же дофига предпринимателей, которые ну, какое-то говно продают. Ну, простите, по качеству, по всему. Ну, вот прям откровенно, вот, херню какую-то продают. Вот, типа, как они вообще по ночам-то спят спокойно, зная, что они такую вот хрень продают. Вот. И, ну, как-то люди спят с этим спокойно. Поэтому, мне кажется, это вопрос лично каждому человеку, насколько ты уверен в том продукте, который продаёшь, да? И точно так же и инфопродукты есть крутые, есть не очень. И это, опять же, вопрос к тому, кто это делает. Хотела поделиться своей историей. Я занималась на протяжении, получается, там, сколько, ну, вот, на данный момент с 2016 года я вот занимаюсь там женским клубом W. Тема не суперизученная, создание комьюнити, там, и так далее. Ну, то есть ещё сколько там, шесть лет назад это вообще было, ну, там, мне вообще шесть лет назад не надо было открываться, короче, ещё. Вот. В какой-то момент, я помню, мне пишет Аяс, говорит, Ань, мне очень нужно, чтобы ты мне рассказала всё, что ты знаешь про комьюнити менеджмент. У меня в этот момент это был реально прикол. Я такая, я? Про комьюнити менеджмент? Я не задумывалась, что я занимаюсь комьюнити менеджментом. Все эти несколько лет я думала, как мне построить сильное сообщество, как мне сделать так, чтобы у нас монетизация была очень чёткая, стабильная, как воронку продаж выстроить, как при этом взаимодействие между девчонками кайфом сделать, чтобы они как магнитики прям вообще друг с другом были такие прям вообще вот в таких отношениях, чтобы Надю поехать там спасать на трассу, знаешь. Вот. Но я не задумывалась, что я занимаюсь комьюнити менеджментом. Я такая, ты серьёзно? Типа, что как? Вот. У Аяса тогда он запустил в Екатеринбурге каворкинги, каворкинг неймс, вот. И они столкнулись с тем, что они делали хорошие продажи, но при этом резиденты легко и отваливались тоже. И стало понятно, что нужно продавать не рабочие места, а нужно продавать сообщество. Вот. И мы пока летели ещё с Аясом там в самолёте, я начала ему рассказывать, как мы устраиваем, короче, клуб W, там, куча материалов есть, которые я находила вообще там на английском языке, переводила, потому что, говорю, у нас это не суперразвитая история. И я просто смотрела, такой, блин, офигенно, офигенно, всё, завтра расскажи, пожалуйста, всё это команде, всё, презентуй, всё, вот это, вот это, вот это, вот это, всё поделись. И я просто такая лечу в самолёт и такая думаю, охренеть! Мой наставник по бизнесу, ему интересно, что мы вот в своей вот этой узенькой области смогли достичь, потому что это, ну, определённый инструмент управления сообществами. И я тогда такая думаю, офигеть, как круто! Я никогда не задумывалась, что я занимаюсь комьюнити менеджментом. И потихоньку, находясь в сообществе, ко мне тоже начали обращаться ребята, типа, Аня, расскажи, как вообще выстраивать сообщество, что как? Потому что есть ряд бизнесов, кому грех не делать там сообщество. Давай там на простом примере. Есть, например, школа публичных выступлений. У них есть первый модуль обучения, второй модуль обучения, и всё. То есть они только научили людей говорить, и как бы люди суперлояльные, супердовольные, но им как бы нечего дальше купить. И логично, что можно было бы выстроить классное комьюнити выпускников этого обучения, пойти ещё возможно в будущем на ещё узкоспециализированные какие-то мастер-классы или ещё что-то. Ну, короче, практиковать публичные выступления, выстроить вот это сильное сообщество. И ко мне начали обращаться с такими вопросами, и я такая, блин, прикольно, а мне есть чем поделиться, потому что мы через вот это проходили. Я знаю, как в онлайне, я знаю, как в оффлайне и так далее. И, соответственно, в определённый момент я реально поняла, типа, блин, а почему бы нет? Ну, как бы, если мои знания кому-то могут пригодиться, я бы так была рада, если бы мне в своё время, это ещё в 2016 году кто-то рассказал, чтобы я не закрывалась там с убытками там и так далее, а просто сделала как надо. Я же не знала, как надо. Вот, поэтому другой вопрос, что каждый на своей совести оставляет, насколько качественный твой продукт. Ты как бы, ну, типа, воздух продаёшь или тебе реально есть чем поделиться? Ну, короче, такая история. Окей, хорошо. Что должно такого произойти с МСА или с лайд-центром, да, чтобы ты оттуда вышла? С одной стороны, сложно сказать, потому что... Возможно, что-то с тобой должно произойти с твоим бизнесом, ты-ка, я всему здесь научилась. Ну, типа... А это вот история про то, что мне кажется, что я все знания, которые мне нужны были, ну, там, получила за первый год, ну, как бы, обучения у Аяза. И вот сейчас, почему это длится и продолжается, это как раз из-за окружения. Очень прикольные ребята. И, ну, с которыми все ли такие, ну, как бы, как и всегда, да, про всех нельзя прям, вот все прям классные, прям суперские, прям крутые результаты, но всё равно вот в этом сообществе постоянно я нахожу таких людей, которые думаю, господи, спасибо тебе огромное, что вообще свела меня судьба вот с такими классными там ребятами интересными. Вот. Поэтому сейчас ключевое это не столько знания, ну, на мой взгляд, хотя всё равно регулярно получаем что-то полезное, вот, сколько вот это окружение. И были разные ситуации там, когда у меня есть там дружбанища Рустам, мы познакомились на Миллионе с Аязом, и когда я переезжала в Москву, там, он там вот в физическом плане прям помогал, там, с переездом и так далее. В моменты, когда мы только там запускали, значит, клуб W повторное, Рустам там чуть ли не это, знаешь, платком мне слезы вытирал там из разряда типа пирогов. Всё нормально, давай, неудачная гипотеза, едешь дальше, погнали, всё хорошо. Ну, то есть это реально такая где-то, где-то поддержка, где-то опыт можно там взять, где-то кто-то какую-то гипотезу протестил, где-то просто, ну, вот, типа про семью, про детей, там, про всё, что угодно поговорить, когда ты понимаешь, что человек тебя понимает, он тоже этот путь. А ты платишь сейчас там за участие? Что-что-что? Ну, ты платишь за участие? Ну, там история у нас была такая, я не знаю, ну, как бы, есть ли смысл об этом говорить или нет. Изначально это был 2018 год, конец. Позиция была такая, что платишь миллион за обучение, и обучение на полгода. И, соответственно, потом мы с ребятами очень прям, ну, там, сдружились каждый выезд, мы просто как мини-семья там и так далее, вот. И на одном из выездов, по-моему, это была Япония, короче, а я с такой, ребят, я что подумал? Давайте, короче, зарубимся, давайте на пять лет вместе. Мы ничего не доплачивали, ничего, просто вот. А, ну, всё. Типа всё. А тебе платят за... У меня закончится мой МСА, получается, вот сейчас в марте, вот, ну, и сейчас, собственно... Провнять будете? Да, я думаю, да. Заплатишь полтора миллиона сейчас? Да, ну, или сколько будет стоить? А тебе платят за то, что ты выступаешь? Нет. Никому из ребят не платят за то, что выступают. Либо аудитория получаешь? Все разные цели закрывают. Кто-то, кто-то аудиторию, кто-то там из разряда, там, франчизи-партнёров себе находит, кто-то из разряда вплоть до, ну, типа, мне вообще просто прикольно, потому что я публичные выступления, мне вот тут сейчас что-то поделиться, это вообще... Ну, короче, с разными задачами выходит. Вот. Но это всегда взаимовыгодное сотрудничество, да. Какая история за всё это время, ну, то есть соприкосновение с бизнес-тусовкой, тебя больше всего вдохновило? То есть ты вот этот человек, который вырос на тебе, он тебя больше всего вдохновил, как суперкейс, и, следовательно, какая история больше всего расстроила? Ты имеешь в виду кого-то из ребят, кто супер вдохновляет или... Нет, вот смотри, вот ты была в клубе, то есть сколько-то лет, три года, да, то есть на твоих глазах, скорее всего, кто-то вырос. Ты говоришь, кайф вообще. Вот эти люди, ну, типа, прикольно выросли. И ты такая, ими прям вдохновилась и видела рост людей. Ну, кого-то вот отметить, подсветить, вот ты про синизаторов рассказала, поставили за забором, да. Может, что-то есть какой-то кейс, который... Ну, хотелось бы рассказать, да. А есть те, кто... Люди, которые такая, говоришь, ну, вот как-то не поняла, ну, как бы, да, ну, вот почему... Ну, типа, что-то тебя сильно удивило, там, с другую сторону оценку. Было такое? Да, ребята, которые... От которых я супер кайфую, это... Блин, их несколько. Ну, короче. Ну, извините, несколько. Несколько, без проблем. Первые ребята, это не школа барабанов. Таня, Антон. Таня, Бибик, Антон, Шардаков. На момент, когда я заходила на МСА, у них было лишь несколько, там, франшизи-партнеров. Ну, короче, они только вот начинали... Смотрите подкаст с Таней. Да, и я им очень сильно благодарна, потому что, блин, видеть на твоих глазах, как происходит этот невероятный рост, при том, что ребята очень любят свое дело, ну, просто невероятно, при том, что они, как я помню, у них на первой же сессии спрашивали, ребята, в чем ваш X-фактор? Ну, типа, вот, что вам обеспечивает такой рост? Они такие, мы умеем до хера работать, короче, мы прям любим это. Я такая, блин, то есть все-таки волшебной таблетки не существуешь, фигачишь, я тоже умею работать. Ну, типа, блин, все, получается, погнали. Вот. И еще там тоже была такая судьбоносная у нас там встреча, история, разговор с ребятами. Мы говорили про продажи, как раз вот про агрессию. Мне тоже было вот раньше, ну, типа, я предлагаю участие в клубе девушки, и я не понимаю, ну, то есть она говорит, ну, у меня нет времени там, или не знаю, у меня нет денег. Я такая, ну, понятно. Вот где вот эта грань, ну, типа, продолжать, настаивать или нет? И ребята тогда сказали мне такую важную вещь, которую я до сих пор придерживаюсь, из разряда, что, типа, пойми, когда ты, человек сам вышел как-то на контакт, он уже оказался на твоем, там, не знаю, мероприятии, инфопродукте и так далее, проявил интерес. И когда ты не пытаешься донести ценность, то ты в этот момент получаешься, сука, безразличный. Ну, то есть он хочет как-то вот, ну, порыв такой вот был, типа, жизнь как-то изменить свою, да? У меня, если говорить про женский клуб, у девчонок очень сильно же изменяется. Вот. А они просто там, ну, как будто из норки своей выходят и вообще видят мир вокруг, столько новых интересных людей, там, спикеров, мероприятий, там, и так далее. Вот. А ты такая, типа, когда у девушки только начинаются вот эти сомнения в голове, типа, блин, а деньги? А я смогу, не смогу? А с кем останутся дети, там, и так далее? Ну, и, типа, и сливаются. И когда ты не пытаешься донести ценности, ты просто, сука, безразличная. Как вот был человек, так и это. Я такая, ладно, интересненько. Ну, и, в общем, и мне это очень сильно помогло, что я в результате, когда взаимодействую с девчонками и продаю, я пытаюсь четко понять, а в чем действительно запрос у девушки с точки зрения клуба. И если я его вижу, я буду разговаривать, там, знаешь, как, не формат, типа, ну, давай, ну, купи, все, вот тебе срок, там, до завтра. А формат вот прям вот, как, знаешь, как в вере. Проповедуешь, 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 где-то спрашиваешь, слушаешь, слушаешь, слушаешь. Я понял. Вот. И есть уже просто масса историй, когда мне приходят сообщения из разных городов России. Я согласен, с философией Тани, что в целом продажа, это хорошо? Да. Ну, то есть мне эта философия очень близка, я стала ее использовать, после того, как мы с ней пообщали, что если ты уверен в своем продукте, да, продавай. То есть это круто. Причинять добро, она сказала, мне очень понравился тезис. Классный. Еще одни ребята, это Левита. Очень кайфово просто. Артур и Ксюша бомбанули. Это студии растяжки и балета просто, просто на моих глазах вот так просто невероятно. Очень круто выросли, и очень кайфово видеть, какие тоже там процессы проживали и так далее. Вероника Ратанова очень классно тоже всю жизнь в найме проработала. Всю жизнь проработала в найме. До того, как пошла учиться к язву, всю жизнь проработала в найме. Но она очень четкая, она прям человек-инструкция, типа. Ей дали инструкцию, она сделала. Просто смотришь на нее, типа Вероника, как ты, да, типа как ты это делаешь? Он такой, ну что, я сказал сделать вот это, вот это я сделала, типа не знаю, что у вас не получилось? Ну, короче, очень прикольно. Вот. А по поводу истории, у кого не получилось, я бы сказала, знаешь так, есть ребята, кто там выходит, кто просит возврат. Но я очень часто вижу вот такую вещь, что люди иногда думают, что купив обучение, не знаю, за миллион рублей, за два миллиона рублей, они как будто бы покупают волшебную таблетку. И дальше можно поливать в потолок, вот так ручки сложить. Сейчас всё само получится. И это называю «передал деньги вместе с ответственностью». Да, да. Прям офигенное выражение. Вот. И... Да кайф, кайф, кайф. И вот тут большой вопросик. Я вспоминаю, насколько я пахала и работала. Ну, типа, капец. Поэтому такие есть. Смотри, ты назвала всех четырёх людей, которых я либо знаю, либо видел, и которые как будто появились пару лет назад. Вот такие кейсы. И последний, кто появился, вот почему я про это спрашивал, почему я этот вопрос задал. Это финальные вопросы, если что. Я не нашёл никого ещё. Ну, типа, а где следующие-то, да? Смотри, декларируется, что на МСА три тысячи человек. Ну, или две тысячи человек. Ну, то есть какая-то сумма там тысячи, да? А вот ты называешь четвёрых людей. Ну, и я их знаю, и всех остальных ассоциируют, да? То есть нифига не четыре тысячи кейсов. То есть нет такой истории, что они такая говоришь, Сань, это бред, ну, как бы там сотни людей с уникальными историями, у которых прям кратно изменилось, да? А как будто бы... Вот, знаешь, я такой смотрю на эту сторону, да? Я пытаюсь как-то разобраться, как человек такой. Я говорю, как будто бы, когда вот эта история была меньше, то есть когда вот были вот все первые зашли, когда уделили людям больше внимания, и продукт как бы не раздули до космических масштабов, да? Когда было десятки, сотни человек, всем досталась порция внимания, качество продукта, чего-то ещё, и за счёт этого люди выросли. А вот свежие кейсы, последние, которые я смотрел, да, которые вот меня триггернули, я их как-то не понял. Все, блядь, кругом коучи, как бы. Я такой, да блин, а где вот люди, которые вот продукты построили, да, с какой-то философией, метрологией? И вот я заблуждаюсь? Или там есть какие-то люди? Или у них неинтересные истории? Или они хотят быть медийными? Ну, как бы. Почему больше никого? Слушай, я тут не соглашусь, потому что каждый концентрат выступают ребята, и я такая, блин, охренеть, я про них не знала, типа, ну вот, типа, я с вами была незнакома. И тут тоже, это, знаешь, вопросы про комьюнити, я на себе это чувствую. Просто я заходила тогда, и будучи, ну, там, молодой, зелёный, неопытный, всё страхово, типа, чё, как делать, вот с кем мы сблизились. Я понял. И поэтому ты задал вопрос, типа, кто на твоих глазах вырос? И хочется в первую очередь вот этих людей. С другими я просто близко незнакома, но регулярно возникают эти истории на каждом концентрате, просто рассказывают истории ребят, я думаю, блин, охренеть, красавчики. Ну, просто вот видишь, а я декларирую только этих людей тоже, как примеры приводят, как то, за счёт чего продаётся, как бы, да? Как будто вот эти люди сейчас стали, ну, как бы, ролевой моделью продаж, а новых не появилось. Как будто бы. Короче, новые есть, на каждом концентрате они подсвечиваются, и всё, ок. Ну, то есть те, кто делают результат, знаешь, как мне это очень импонирует в Аязе по поводу того, что говорить делами. Ну, то есть и ребята обычно очень чётко проверяют, там, типа, а что у тебя на самом деле, ты как бы, а за счёт чего, а что как. Вот. Я просто знаю, как команда готовится к концентрату, и те, кто выходит спикером на концентрат, ну, там прям, и я знаю истории, когда там в последний момент отменяют какого-то человека, потому что, может, там, ну, там, если что-то там, я не знаю, сомнения есть какие-то, или человек не предоставил, ну, прям факты, конкретику данные, там, и так далее. Вот. Поэтому каждый концентрат, блин, ну, реально офигенное количество очень крутых ребят. Ладно. Не переубедила, но ладно, мнение есть, там, типа, и так далее. Я долго об этом рефлексировал, как бы, и, ну, типа, давай так, я допускаю, что такое может быть, да, то есть сам продукт, сам фактор, соответственно, я считаю, да, но как будто бы вот мне вот эти ценности, они нормальные, но как будто бы не мои, да, то есть вот, допустим, я нерелигиозный человек, да. Ну, а какие, какие? Вот мне прям интересно, то есть, ну, типа, в чём вопрос? В чём вопрос? Да. Слушай, я вижу, что здесь есть какое-то ключевое несогласие, как будто бы с Аязом, а в чём оно, я не могу сообразить даже, да, то есть, потому что те вопросы, которые ты задаёшь, я не вижу там даже вопроса, ну, типа. Я рассуждаю, как вот люди, да, которые есть, то есть, я нахожусь в предпринимателях и, по факту, делаю то же самое, продавая франшизу, как продавая информацию, да, и у меня есть тоже бизнес-образование, которое я делаю от другой потребности, то есть, от потребности делиться. Ну, то есть, мне хочется, ну, у меня чуть другое, как бы, да, то есть, я как будто бы не хочу, то есть, мне как будто бы не окей на этом зарабатывать, да, то есть, мне как будто бы, вот ты мне говоришь про то, что я хочу людей окружить, я такой кайф, вот мне это вдохновляет, да, то есть, наследие, да, то есть, как люди, которые останутся, и принципы, которые я заложил. Почему? Потому что мне когда-то, вот так же, как тебя, я запустил бизнес, разорился, и мне как будто бы никто не научил, и мне эти знания не помогли, которые были, и важные вещи мне не подсветили, которые я построил. И я такой прошел этот путь и говорю, ну, если что, готов рассказать. Не за полтора миллиона, ну, как бы, за 50 тысяч рублей, за 70 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей. Не знаю, там есть разная история, как бы, да, но если придет ко мне человек, у меня команда никогда не поддерживает, скажет, слушай, а можно за 30? Я скажу, да можно. Ну, как бы, все будут плеваться говорить о том, что, ну, мне кажется, что я совершаю какое-то такое там дело, как бы, исходя из этого. И когда мы туда заходим, то есть я вижу людей, которые приходят, мне хочется дать максимальное количество, вот ты сказала про правила школы, да, твердой информации понятное, типа, да, вот, слушай, чувак, три месяца, да, смотри, мы разберем менеджмент конкретно, основные базовые принципы, вот мы основы рассказали, вот тут читай, вот тут учись, вот тут погружайся, вот этим принципом следуй, скорее всего, поможет, обращайся вот к этому. Он такой, типа, окей, ну, типа, такой, знаешь, фундамент, да, типичный, как бы, да. Вот так строй команду, там, планерки, какие-то вещи, пиши, офферы, нанимай людей правильно, да, ну, типа, простые же вещи. Я говорю, людей нанимаешь, пропиши его, должностные обязанности, что он сделает должен за три месяца, за шесть, и увольняй, и, там, хвалий только за то, что прописал в документе, а не потому, что тебе кажется. Ну, конечно, какие-то вещи, они построены, там, крупные культуры всех крупных компаний. Маркетинг, да, ну, типа, отцифруй каналы, логичная же история, да, ну, то есть, типа, отцифруй их. Ну, там, пропиши, отцифруй, рассказывай про бесплатные каналы, про которые никто не знает, да, правильные принципы, как бы, да, что такое брейнинг, для чего он нужен, как бы, да, где на сайте конверсию посмотреть, то есть, ну, база, как бы, да, а вот финансы, типа, окей, ну, как бы, как считать, как управлять, что делать, как раскладывать, да, там, чем у тебя кости занимает, вот мы финансы изучили, да, вот принципы финансов, да, вот особенности финансового планирования, да, вот так строить, вот сервисы, вот команды, вот что-то еще, да, то есть, ну, типа, такая база, да, вот тебе продажа, вот что такое воронка, вот что такое CRM-система, вот как они настраиваются, вот подрядчики, вот телефонии, как подключаются, как это может помочь, как может помешать, юридический блок какой-то, да, вот налоги, вот так можно сейчас экономить, так можно платить, вот такие-то вещи, да. И вот давайте теперь эти знания загрузили, давайте попробуем составить стратегию вашего бизнеса, исходя от того, что вы сейчас получили, что постараетесь изменить. И вот какая-то непременная обратная связь. И вот мы там типа три месяца поработали, и я отдал. Вот это как будто тот продукт, который я хотел купить, он мне понятен, соответственно. Он не обещает тебе заработать кратно, хотя называется прибыль, как бы, да. Он говорит, что мы про деньги, про прибыль как основа бизнеса, но мяч на твоей стороне, применяй, ну, как бы, да, и там суперволшебных таблеток нет. Ну, как бы, впереди тяжелая работа. И вроде как, типа, экологично, да. А тут же мы видим, вот суперкейс, тот Рвану, тот Ковач, этот наставник, 10 миллионов. То есть, типа, я сделаю вас миллионерами за две недели. Я такой, да блин, ну нет же, ну, то есть, это же неправда. Типа, не сделаешь, ну, как бы, да, есть вероятность какая-то, да, при куче важных вещей, при которых, возможно, быть, ты станешь, как бы, да. И я такой, как бы, ну, вот, типа, я с этим не согласен, как бы, да. Я говорю, вот, декларация продажи, ну, то есть, это слишком агрессивно продается и слишком агрессивно подсвечивается, что вы... Я понял, в чем дело. Я рассуждаю, сейчас понял, в чем дело. Да. Стоится диссонанс. Так. Типа, я здесь хреначу, построил компанию, вот, купил грузовик, вожу дерьмо, ну, как бы, да, хреначу. И, типа, у меня 200 тысяч, как бы, да. А там какая-то девка, парень, как бы, да, ничего отради не было, запустила Инстаграм, продала на Вайлдберрис 10 шмоток, как эксперт Вайлдберс пишет, перепутала прибыль и выручку, и пошла наставничество продавать, и как будто бы вот ее научили вот так делать, да. И, как бы, это не очень хорошо, да, то есть, когда вот подменяются понятия. Слушай, а это очень интересно, потому что все то, что ты сейчас описал, я понимаю, так, ну, мы этому же всему там учимся. Да. Есть разные продукты у Аяза, которые очень четко все по полкам раскладывают. Ну, то есть, типа, у нас все то же самое, да. И, условно, я считаю, что суперсила лайка, они прям очень круто умеют сложные вещи объяснять, там, простыми какими-то тезисами, просто вот они гениально создают вот эти вещи. Плюс, давай, защитывай Аяза, что мне просто безумно нравится. На мой взгляд, в бесплатном доступе Аяз делает такую дохерищу инфы просто, которую я сама регулярно слушаю, думаю, блин, охренеть, просто ребята, команда, все красавчики, кто это там создает и так далее. Я вообще тут не вижу диссонанса, кроме как, ну, получается, из твоей речи того, что как будто бы в заголовках наебывают. Ну, типа, так невозможно, типа, и так далее. Но я тоже, я знаю, ну, там, обратную сторону, ну, как бы, вопроса, и я вижу эти истории ребят, которые реально вот что они делают, как они делают, с какими результатами уходят и так далее. Каков процент студентов, которые растут, да, блин, они охеренные результаты делают. Согласен. Ну, правда, очень крутые. Поэтому как будто бы вопросик только к маркетологам лайка, которые делают слишком, типа, острые заявления и так далее. Как будто бы кому-то неплохо поработать пиарщиком, да, то есть как будто вот ты когда... Знаешь, вот есть такая история, не привязываясь к этому, да, анекдот, он такая история про фильма, пролетая, по-моему, на гнездном кукушке, о том, что там человек говорит, да, что ты можешь всю жизнь строить великие мосты, ты можешь всю жизнь сделать красивую архитектуру, возводить памятники и замки, да, и быть хорошим архитектором. Но стоит хоть один раз дать кому-то в жопу, так на всю жизнь останешься пидорасом. Вот. Ну, то есть, и вот эта история, как будто вот жаль этот продукт, от того, что он как будто один раз испачкался, да, и создает какое-то полярное снижение. Но, с другой стороны, я понимаю, что с точки зрения пиара, может быть, это неправильно, да. Когда тебя обсуждают, ты гораздо больше вызываешь интереса, больше пиара и гораздо лучше это делаешь. Вот. Потому что эту тему мы оставим. Вот. Я поговорил, я иду удовлетворен или не удовлетворен. Я знаю, что те, кто учатся, они говорят, что хорошо, а те, кто не учатся, говорят, что непонятно, не очень, но... Вот, как бы тут ключевая разница в том, что я проходила путь клиента, да, и вот, ну, мне сейчас хочется сказать, что ту работу, которую делала АЯС, команда, из того, что ты сейчас перечислил, на мой взгляд, ты тоже тот человек, кому грех не зарабатывать больше. Ты в самом начале сказал, то количество денег, которое ты зарабатываешь на конкретном продукте, это то количество ценностей, которое ты даёшь. Согласен. И поэтому то, сколько зарабатывает АЯС, лишь отражает то количество людей, кто может вообще погрузиться в эту тему предпринимательства, пройти уроки там и так далее. Ну, короче, Саша, поэтому... Всё, короче, регистрируйтесь на концентрат. Ладно, да нет, я... Кстати. Кстати, да простая же мысль о том, что учиться можешь даже у ветра, если сможешь задать ему вопросы. Да. Приходи открытым, с открытым сознанием, убери из себя скептика. Да. Приди в режиме новичка, и любое знание, одно, может тебя качественно капитализировать, ну, там, в разы, естественно. Я более чем уверен, что так может произойти, и не будь сногом никогда, да. Просто мне хочется разобраться, услышать мнение, да, то есть чем-то... Ну, внутри оно, знаешь, как будто не ложится, да, вот, что в мой треугольничек стоит что-то квадратное, оно как-то вот не проходит туда, да, и я такой думаю, блин, интересно, интересно. Ань, я то, что хотел спросить, ты поговорил. Мне было безумно приятно и позитивно с тобой общаться. Мы затронули все темы, которые я хотел. За это тебе отдельное спасибо за честность, откровенность, искренность и эту яркую энергию. Надеюсь, наши слушатели и зрители ее увидели. Мой финальный, мой самый любимый вопрос. Три твоих внутренних качества. Почему ты предприниматель? Классный вопрос. Спасибо, Саша, спасибо, что пригласил на этот диалог. Это было интересно. Так, классный вопрос. Три качества. Почему я предприниматель? Первое, мне нравится как будто бы делать не как все, как-то хакнуть систему, короче, и так далее. Вот. Я говорила, я из обычной семьи. Мои родители работают в институте ядерной физики в Академгородке. У меня никого не было там предпринимателей. И вот эта вот идея, что можно как-то по-другому, но короче, как-то интересненько сделать. Сказать ребенку, что день рождения в другой день. Например. Я помню, что в школе я, допустим, мечтала съездить в Москву. Мы сейчас с тобой в Москве записываем этот подкаст. Типа круто вообще, типа девятый класс, знаешь, типа сгонять в Москву, посмотреть. Но у меня денег на это не было, у родителей денег на это не было. Я думала, ага, я увидела, есть такое предложение о туристической компании. Собери группу из 13 человек, 14 поедет бесплатно. Я такая, я буду этим 14. Ну, то есть у меня как-то было это давно. Возможно, от того, что, ну, как бы самая обычная семья, и не могли там лишнего себе позволить. Вот. Это первое. Второе. У меня есть, ну, действительно, моя суперсила. Это моя энергия, мой позитив, моя батарейка. Вот. Где даже в самой жопной ситуации думаешь, вырисовывается интересненькая байка. Так, что с этим будем делать? Ага. Ну, то есть как будто бы ощущение, что нет безвыходных ситуаций, и всё зависит только от тебя в первую очередь. Ты сам её воспринимаешь, как безвыходную или нет. Два. Вот. И третье. Я умею мечтать. Три. И я верю в то, что это не просто мечты, а это не если я когда-нибудь сделаю вот то-то, то-то, а когда я сделаю вот то-то, вот то-то, я получу. Поэтому умею мечтать по-большому. Это, знаешь, как была очень прикольная история. Я не знаю, было ли у тебя детство в подъездах там. Ну, короче, помню, вечер в подъезде, кто-то из наших ребят, друзей, говорит, блин, я мечтаю сходить и просто, короче, сейчас переодеться и схватить гитару. Я такая, блин, а я мечтаю на Филиппинах побывать. У меня вся компания такая. Мы в подъезде, понимаешь, там, типа, 15 лет. Побывай на пятом этаже. Вот. И у меня как-то вот так вот оно изначально было. Они такие, что? И я такая, ну, ладно, за гитарой, так за гитарой. На Филиппины потом. Прикольно. Спасибо всем большое. Нет, еще одно есть. Блин, я неправильно. Все правильно. О этом качестве у меня Аня запишет в мой телеграм-канал обязательно. Туда же, когда мы анонсируем выпуск, задавайте вопросы. Как только вы задаете вопросы после выпуска к Ане, я их Ане перешлю, и она вам кружочками, голосовушками в моем телеграм-канале ответит. Что меня просят говорить от того, что меня передергивает, это то, что надо подписаться, поставить лайк. И если это видео вам понравилось, то обязательно поделиться им в своих социальных сетях. Потому что это бесплатный образовательный контент. Делитесь им. Возможно, он кому-то будет полезен. С нами была лучезарная, замечательная, улыбчивая и классная Аня Пирогова. Ань, спасибо. Спасибо тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok